История христианской церкви И бывая в церквях с этой темой, я хотел бы сегодня ответить на ваши вопросы тоже, если есть и не у вас, по истории церкви. И, конечно, помолиться. Давайте вначале помолимся, попросим Божьего благословения, потому что сам Господь, Он автор церкви. И Он сказал, я создам церковь мою, и врата ада не одели ее. Аминь. И вот Господь, Он созидает свою церковь, и вот уже две тысячи лет продолжается эта стройка тысячелетий. И сам Христос, сам Иисус Христос, фундамент церкви, и Он же глава церкви. И ни в ком оно нет спасения, по-прежнему, спустя две тысячи лет, так же, как и первые верующие, и сегодняшние христиане 21 столетия, так же говорят, что ни в ком оно нет спасения, ибо нет другого имени по небу, данного человеком, которому надлежало бы нам спастись. Аминь. Давайте помолимся. Боже, и, например, в положительных примерах, героев веры, учи каждого из нас, Господь, Боже, совершать свое спасение для тебя до конца. Господь, благодарим тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Слава Богу. Да, друзья, и в Израиле мне научили молиться, там, пастор Сергей, который сейчас в Израиле, я не знаю, будет ли он там назоветь или нет, но там я был в одной синагоге мессианской, и там наши евреи, в основном русские евреи, и раввин приезжает к ним, и он в начале служения сказал, давай достанем телефоны и помолимся. Что такое? Зачем доставать телефон, чтобы молиться? Я ему сказал так, благословен Бог наш, давший на мобильную связь, и поменялся или отключать время служения? Слава Богу. Я отключаю телефон свой, если бы кто-то не отключил, то отключайте телефоны свои. Да, а то было так пару раз, не очень приятно, время прям семинара и время служения один раз телефон зазвонил, в самый неподходящий момент такой. Да, слава Богу за мобильную связь, слава Богу за интернет, который я не смог, к сожалению, пока подключить сегодня. Но, значит, вообще-то очень хорошая возможность такая выходить на, на самом деле, очень большие такие просторы информационные. И реформация начинается с информации. Я православный реформатор, православный обновленческий священнослужитель, и вкратце мое свидетельство такое, что в 88-м году начал свое служение в православном храме, в церкви, православной церкви, обыкновенной, не реформаторской, не обновленческой русской православной церкви. И в 91-м году стал священником и служил на приходах в Рязанской области, в Брянской области. А в 96-м году по идейным соображениям вышел из-за русской православной церкви. И сейчас являюсь, с 2001 года являюсь священнослужителем православной реформаторской церкви. И, в общем-то, на что вы имели представление, можно представиться. Может, кто-то видел мои программы старые, 99-го года, допустим, программу «Гугл» с Александром Шевченко. Там как раз говорится о реформации православной церкви. Это мое служение. Но реформация начинается с информации, и на самом деле, вот я последние вот эти месяцы, последние годы даже, больше езжу по разным библейским школам и церквям, также в разных регионах, и рассказываю из истории христианства много назидательного, полезного такого. Потому что мне, как христианину, как православному христианину, как священнослужителю, очень в жизни помогло из истории христианства правду историческая, истинно библейская и правда историческая, помогли мне освободиться от многих неправильных вещей, которые были в моей жизни. И я думаю, что вот то, что сегодня мы услышим, оно поможет также многим христианам здесь, и через вас, кому-то еще. Потому что я думаю, что некоторые из вас смогут вот эту правду историческую, также вместе с библейской истиной, евангельской истиной, принести некоторым людям, допустим, и тоже помочь им освободиться. Потому что очень многие люди находятся в плену разных, разного рода заблуждений. И написано у Иоанна, слова Иисуса Христа записаны, что и познайте истину, написано, и истина сделает вас свободными. Аминь. Ну, коль не получилась трансляция через интернет, но, по крайней мере, пишется все это, и я постараюсь в ближайшее время, чтобы это было уже в сети. И потому что наши, допустим, некоторые священники, там, прихожане, хотят тоже послушать, допустим, много этих материалов интересных, важных, таких полезных. Но я всегда в Церкви сейчас не так часто бываю, но с помощью вот как раз записей, с помощью трансляций, с помощью и записей этих на Ютубе, там, в социальных сетях русских. Могу быть поближе и к своей пастве, и тем более, что мое послание, оно в основном для как раз христиан, наверное, православных больше даже, чем для протестантов. Хотя это тема общихристианская, она для всех христиан, независимо, там, православных, католиков, протестантов. Потому что это наша история с вами, общая история. И истоки-то у нас одни, и фундамент один, сам Иисус Христос. И, в общем-то, история Церкви очень многому нас полезного учит. И если мы не знаем истории, то мы обречены, будем так говорить, да еще не вникаем в Слово Божие, то мы вообще обречены просто совершать много раз одни и те же ошибки, какие-то нас просто-напросто совершали наши предшественники. А если мы подкованы еще исторически, знаем истинную евангельскую, библейскую, плюс еще подкованы исторически, то, знаете ли, нас не так-то просто увлечь в сторону. Нам, ну, скажу так, проще оставаться на правильном пути, меньше шансов сбиться с пути. А второе, что мы можем помогать другим людям, которые попали в какие-то проблемы такие духовные. Ну, допустим, вот о себе скажу опять-таки, опять вначале. Потому что, как и правда, исторически помогла вместе с евангельской истиной освободиться от многих лжеучений. Допустим, в 96-м году, вот изучая Слово Божье, Библию, и пересматривая историю через Слово Божье, именно через Библию, я, допустим, отошел от многих таких, ну, страшных очень учений, как, допустим, молитва за упокой. Я знаю, что многие из вас связаны, допустим, с похоронными служениями, да, значит, и вы видели разных священников, которые, допустим, совершают отпевание, да, на кладбище. Ну, и мы все соприкасаемся с этой стороной, как бы, да, бытия нашего. И я тоже был, когда священником традиционной церкви, я отбимал умерших и совершал эти похороны там, и в церкви молился за упокой. Не только в церкви, но и дома тоже молился за упокой. Это, в общем, дело то, что делают тысячи моих коллег сегодня, и то, что делают миллионы православных христиан, я молился за упокой. А в 96-м году просто-напросто я в этом покаялся, и с тех пор, вот до сегодняшнего дня, я не молюсь за упокой, я молюсь только лишь за здравие, за живых людей. А почему? По идейным соображениям. Потому что, вникая в Слово Божье, я понял кое-что, что где проблема-то. Что, оказывается, одна из проблем моих, и вообще моей динаминации, в том, что мы уделяем внимание мертвым больше, чем живым вообще. А ведь, согласно Божьему Слову, можно молиться за кого? За живых людей. Не за мертвых, а за живых людей. А за умерших лишь есть в Библии одна молитва. Это молитва за воскрешение недавно умершего человека. Вот, допустим, там описывается факт воскрешения из мертвых. И сам Иисус воскрешал, в конце концов, вот Лазаря, да, друга своего Лазаря воскресил. Но нигде в Библии не говорится о возможности молитвами живым людям повлиять на посмертную судьбу умершего человека. Это ересь и откровенная вода ересь. Она не выдерживает никакого критики библейской, но, знаете ли, для меня библейская истина, когда открылась, мне было важно именно увидеть правду историческую. То есть, мне было важно понять, как, раз этого нет в Библии, как же это все появилось в Церкви. Есть такая книга Павла Рогозина, одного бавтийского пастора, называется «Откуда все это появилось?». Вот, это протестантский пастор, просто который проповедник, который задался такой целью, исторически исследовать, откуда появилось в Церкви то или иное. И он стал историю копать исторические факты и обнаружил, что многие вот эти вот, казалось бы, незыблемые догматы христианства, которые сегодня существуют, как догматы, они пришли из мне, они пришли из таких разных религий, они пришли из таких оккультных традиций и прочее. То же самое, допустим, я не крещу владенцев. И в нашей Церкви мы не крестим владенцев, опять-таки, по единым соображениям. Вот у нас епархия небольшая сейчас, наше такое неформальное такое объединение, архиепископию киевскую, сегодня входят 11 церквей, разных церквей. В Украине, которая в основном находится, но и в других странах, в общем, без Божьего Советского Союза и не только уже. Так вот, и наши священники, епископы, священники, в наших церквях, и я в том числе, мы не крестим, допустим, младенцев. То есть педобаптизма у нас нет, вот это крещение младенцев. А почему? Потому что этого нет в Библии, это одно. Но важна не только еще истина евангельская, библейская, а еще и правда историческая. Когда я узнал из истории христианства, что это обряд, это традиция педобаптизма, крещение младенцев, пришла в более позднюю эпоху, что первые христиане, первых там 300-400 даже лет, фактически ничего не знали об этом, мне просто стало проще, легче освободиться от этого лжевучения. Вот вам пример, иллюстрация, как историческая правда в сочетании, да, именно в содружестве с истиной евангельской, помогает, вот мне лично помогла, допустим, и не раз уже в жизни, освобождаться от многих небиблейских, оккультных таких учений, которых полно пруд-прудив христианство сегодня. К сожалению. И по моему мнению, вот именно моя деноминация, именно православная церковь является наиболее проблематичной в этом отношении, то есть наиболее оккультно примененной деноминацией. Но, знаете ли, людям, сидящим во тьме и тени смерти, есть такое обедование, да, посеял свет. Я знаю, что Господь, Он там, где грех призабил, да, благодать призабил, приумножается благодать, как там написано. Вообще, Иисус, я знаю, что Он в любой деноминации, Он может себя проявить очень сильно, потому что церковь Иисуса Христа, она одна, и в любой части своего тела Он просто полномочен, Он может проявить себя. И, как написано в 6 главе Деяния, и многие священников покорились верой. Вот я тоже мечтаю об этом времени, когда и у нас также многие православные священники, как и те еврейские священники в 6 главе Деяния покорятся верой. Вот такое вступление. И по истории христианства, по истории церкви можно много что рассказывать. Я постараюсь, у нас очень мало времени, всего один вечер. Хочется вас как бы заинтересовать больше, наверное, этой темой, потому что невозможно за вот там 3 часа, допустим, да, 3 часа, получается, 2 тысячелетия пройти, да. Это как бы даже, если я буду называть только самые главные события, которые были в истории христианства, и то времени не хватит. Какие-то главные такие, ключевые. Но запомните некоторые моменты. Можно, кстати, допустим, историю изучать в таких как бы исторических анекдотах, просто примерах из истории. Какие-то всякие случаи, интересные случаи из истории христианства, которые тоже, наверное, запоминаемы. Но запомните некоторые моменты. Первых 300 лет, если кто пишет, ну не пишите, да, значит, есть слайд-шоу, просто это опять-таки, я так был перед такой делимой, потому что если слайд-шоу сейчас показывать это, у меня здесь 950 слайдов. Вот, выбирать сейчас из них что-то так вот самое хорошее, мне они все нравятся. Здесь просто много что-то интересного, и опять-таки, буду сейчас листать эти слайды сейчас очень быстро, и вы ничего не поймете, и как бы мне будет неприятно пропускать интересные моменты такие. Знаете ли, я вот эти слайды все оставлю здесь, просто запишу на флешку там куда-нибудь, и вы сможете это все просмотреть каким-то образом, ну для любопытствующих. Кого заинтересует эта тема, вы сможете это просмотреть, эти слайды сами. А также прослужить по истории христианства мои лекции, семинары. Вот, я тоже могу, ну постараюсь сбросить все это вам, оставить где-то здесь в церкви. Вот, я благодарен Бога за знакомство, вот, как раз с пастором Сергеем, с вами. Завтра буду проповедовать здесь в собрании, в церкви, поэтому приглашайте ваших православных друзей. Я очень хочу проповедовать, конечно, в храме православном, может быть здесь, допустим, в Кузнецке, где-то в Кемерово, но по Сибири, матушки, знаете ли, мои коллеги, православные многие священники считают меня еретиком, отступником. Ну, уже поняли, почему, наверное, да? Я вот только вверхушку айсберга сказал, и уже понятно, что как бы не жалуют меня, мои братья. Значит, и свой среди чужих, чужой среди своих, и, не, мы не чужие, я свой. И вы не чужие для меня, вы свои, почему? Потому что, знаете ли, было время в моей жизни христианской, когда я так чурался, общение с другими христианами, но это было, опять-таки, почему? Потому что я жил в таких комплексах религиозных, и, знаете ли, вот эти вот православные мои были, мои заморочки. В любой динаминации есть свои какие-то заморочки, в любой динаминации есть свои какие-то такие сектанские, такие течения, что ли, учения. Кто-то сектантством этим перебаривает в легкой форме, кто-то хронически, кто-то умирает от этого. Но, в общем-то, я переболел этим, слава Богу, Господь меня исцелил, освободил. И сегодня я, пожалуйста, руку протяну и песятку, или баптисту, кому угодно. То, если Иисус Господь, если Иисус есть для Него Спаситель Господь, как и для меня, то брат и сестра Он для меня. И здесь неважно, какая вывеска, какая ряса на Нем, или как Он там крестится, или в ладоши хлопает, или на коленях стоит, или как бы Он там ни назывался вообще. Самое главное, что Иисус Спаситель, Господь наш. И так верили первые христиане. Почему моя вот эта вера, она такая, я считаю, твердая, стабильная? Почему? Потому что это вера, которой жили первые христиане, это вера, которой жили первые верующие. И первая церковь этой веры существовала, слава Богу. И первых 300 лет, запомним так вот, что из истории, первых 300 лет наших с вами старших братьев, сестер, вот этих первых христиан в ранней церкви, не жаловали, конечно, римляне, думаю, многие из вас это знают, да? Слышали? Слышали, что первых христиан часто преследовали римские власти, и вообще римские наместники местные, там, были, знаете ли, были гонения такие локальные, были такие имперские, широкомасштабные гонения, то есть по-разному. Но, думаю, многие из вас знают, да, что порой потехи ради, там, наших этих братьев тогда, сестер с вами, старших, бросали просто на растерзание римам, вот такие были времена. Не было у людей там телевидения, там, все было натурально, все так бросали натурально на растерзание, распинали, сжигали, и, в общем-то, хлебозрелищем жил древний рим. И не то, чтобы они были такие плохие, люди, как люди, не лучше, не хуже нас с вами, но просто люди жили, будучи помраченные в своих ложных религиях, в своем оккультизме. Сейчас оккультизм, как бы, возрождается уже где-то полтора столетий, продолжается такое время ренессанса, как бы, оккультизма на планете. Спиритизм, там, значит, там, и прочие мерзости, но сейчас это, как бы, второе дыхание оккультизма на планете. Но тогда, в те времена, вообще люди этим жили. Это было, как само собой разумеющееся. Сегодня хотя бы какие-то тормоза есть у многих людей на Земле, все-таки, даже в постхристианском мире, да, как еще порой говорят в Европе, допустим, все равно у многих людей есть тормоза, что понимать, что, допустим, спиритизм это зло, как бы, да, это грех, как бы, то есть какое-то понимание есть. Но в те времена не было даже таких тормозов. Люди просто-напросто жили и умирали в оккультизме, и, как бы, это как само собой разумеющееся было, по умолчанию, в разуме людей. И это не считалось злым, это не считалось плохим. Понимание единого Бога было вообще, просто высмеивалось римлянами и греками, и они верили во многих богов, и думали, это все хорошо, благочестиво. И смеялись над теми, кто как раз говорил, что это неправда. Но, господа, братья, сестры, скажу, что вот первые христиане, они отличались, конечно, по вере своей, очень сильно от последующих христиан, тем, что они не молились в первых 300 лет, когда были гонения, никому в голову не приходило молиться кому-то еще помимо Господа, то есть никому в голову не приходило, допустим, молиться матери Иисуса Христа, другим умершим, святым, или ангелом, как посредником. Хотя искушения были. Искушения наверняка были, конечно, помним Иоанна на Папмосе, да, старик уже, человек, проживший такую бурную жизнь христианскую, он был возле Иисуса Христа, он был и даже до последнего дня возле Иисуса возле креста стоял, потом был свидетелем воскресения Иисуса, потом был крещен Духом Святым в день Пятидесятницы, то есть он такую жизнь прожил, он был в эпицентре вот этих духовных сражений, был евангелистом, написал Евангелие, то есть Духа Святого слышал не с чьих-то слов, а лично мог слышать хорошо Духа Святого, написал послание, то есть как бы и больше того прожил очень большую жизнь, был уже на Папмосе, в ссылке, есть разные предположения, сколько ему было лет тогда, мы не знаем точно, но говорят, что ему было за 90, уже когда он писал вот эти книги, книгу Откровения, под диктовку с его слов было записано, но мы не знаем, даже если было ему там меньше 90, но он был старым уже человеком однозначно, и это было в конце первого столетия, и однако же, знаете ли, вот седина в городу без ребро, да, вот значит, на старости лет Иоанн, казалось бы, прожив такую, как бы идеальную христианскую жизнь, да, значит, он описывает свои падения, он описывает, что с ним произошло в последних вот этих вот как раз главах книги Откровений, да, он пишет, что он два раза, значит, на те же грабли наступил, он поклонился ангелу, и нам кажется, ну как мог Иоанн это совершить, ну как бы и муж, это непростительно, но Иоанн пишет это подробно, и он пишет это или для того, чтобы опозорить себя, да, чтобы свою честь как бы уронить в глаза христиан, или для того, чтобы, ну, он пишет это как предостережение, я убежден, и слава Богу, что ангел, в общем-то, старика поддержал, он, значит, сказал ему правду, он сказал, Богу поклонись, вот, Иоанн, не мне, а Богу поклонись, но Иоанн в скором времени опять на те же самые грабли наступил, опять поклонился ангелу, вот, и ангел его опять обличил в этом его, ну, падении, и слава Богу, два духовных падения, знаете ли, саперы ошибаются раз, апостолы, вот, ошибаются порой не раз, но, слава Богу, хотя любой грех он может привести к смерти христианина, но Господь, Он милости, и Он, Иоанна, вот, два раза перепутавший проводки, были духовные, будем так говорить, Он помиловал просто-напросто и не дал ему погибнуть, не дал ему подорваться духовно, а дал ему благодать просто, просто по благодати, и он был спасен, и после Иоанна такие же искушения, они, конечно, были в каждом поколении христиан, но, слава Богу, что первые христиане побороли такие искушения и молились только лишь Господу. Первые молитвы, кому бы то ни было помимо Господа, Матери Иисуса Христа и Его ближайшим друзьям, апостолам и ангелам, была лишь легализована, и само учение это появилось в конце 4-го, начало 5-го столетия, а оно было легализовано, будем так говорить, в христианстве в начале 5-го столетия. Запомним такую дату, 431 год, 431 год, вот именно в том самом, злополучном 431 году, впервые в истории христианства вопрос был поднят на Вселенском аж соборе о том, что, мол, можно молиться еще кому-то помимо Господа. То есть первых, запомним, первых 400 лет христиане ни на Востоке, ни на Западе, нигде было еще, не молились никому другому помимо Господа. Знали отцу, сыну, святому духу молиться, все, больше никому не молились. Знали лишь одного посредника, первого священника Иисуса Христа. Знаете, местописание такое напомню, первое Тимофею, кто помнит, может быть, первое Тимофею, вторая глава, пятый стих написано, ибо един Бог и един посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. И это не просто такое заявление Павла, нет, это Духом Святым послание, писанное. И больше того, весь Новый Завет как раз говорит о первом священнике Иисусе Христе. То есть нет ни в ком ином нет спасения, только в Иисусе. И сам Иисус, я напоминаю слова Его, записано у Иоанна в 14-й лове, в 6-м стихе. Он сказал, я из пульс, истина и жизнь. И он подчеркивает, никто не приходит к Отцу, как только лишь через меня. И этим жили первые христиане, первых четырех столетий. Первых трех столетий гонений и еще целое столетие мира. Потому что в 4-м веке, вы вспоминаете, да? Три столетия гонений, потом было 4-е столетие уже свободы. Когда легализовалось много союзов христианских церквей, когда строились тысячи храмов, больших и малых этих церковных зданий строилось. И на востоке, и на западе империя была огромная. Представляется, не дали им, что империя тогда шнет. Начиная чуть ли не от Скандинавии и до африканских этих территорий. Потом от Великобритании и до Ирана, Ирака и Индии. Вот огромнейшая территория. И по всей этой территории на протяжении 4-го столетия строилось множество, тысячи и тысячи больших и малых церквей. Христиане векально проводили собрания, служения, церкви умножались, распространялись. И знаете ли, ни в одной, я подчеркиваю, ни в одной из этих церквей на протяжении всего 4-го столетия никому в голову не приходило, ни священникам, ни прихожанам, молиться кому-то еще помимо Господа. Ни в голову не приходила такая ересь. Но в конце 4-го столетия и начало 5-го уже столетия эта ересь появилась. Где она зародилась? Исторически очень интересно. Я скажу, опять-таки, немного о себе. То, что я молился много разным святым, и мне было очень сложно отказаться от этой ереси. Очень сложно, потому что я был убежден, что это испокон веков идущее. Но правда историческая, когда я просто историю христианства стал пересматривать через Писание, я увидел кое-что, собственно, другое. Оказывается, собственно, первые это христиане не молились никому помимо Господа. Поэтому если я перестану молиться, допустим, Богородице, другим умершим святым или ангелам, я не изменю своей вере, а наоборот, я изменю ереси, а как раз вернусь к вере. К вере апостольской, к вере святой, к вере христианской. Вот, и знаете ли, те христиане, что молятся сегодня, православные католики и частично протестанты, я таких тоже знаю протестантов, на Западе, допустим, в Америке встречал таких протестантов, англиканские некоторые приходы, епископальные церкви молятся еще и Богородицы, и, ну, Марии, Матери Иисуса, да, святым некоторым, но это отдельные. Вообще-то, чаще всего протестанты не молятся никому, и слава Богу, слава Богу, потому что протестанты, некоторые вопросы задают, а где были протестанты до 16-го столетия? В первых веках христианства церковь только такая и была. Протестантизм это, вот, реформация 16-го века, допустим, да, лютер, там, камен, цвингли, анабаптисты, это не выдумывание чего-то нового, они не взяли, сели и новую религию создали, знаете ли, так нельзя представлять себе. Они просто-напросто, эти люди по-разному, конечно, в разных, как бы, по-разному мысля, по-разному понимаем многие вопросы, там, второстепенные, третьестепенные, но в главном увидели, что, самая суть-то, что нужно церкви вернуться к первой вот этой любви своей, вот, к началу. Если у нас вот сейчас в церкви такой бардак, если у нас в церкви сегодня такая вот, вот эта религиозная, мафиозная, коррупированная структура, паразитирующая на многих народах, знаете ли, то не всегда же было так в христианстве, они стали размышлять, раздумывать о том, что бы мы потеряли вообще. И, слава Богу, что они не стали изобретать новые религии какие-то, знаете ли, искать новых откровений, лютер очень четко и ясно заявил, сова скриптура, да, только Писание. И, как бы, это взорвало всю Европу. Слава Иисусу за лютера, слава Богу, за таких героев веры. Конечно, лютер не дьявол был, не ангел, да и Илья был тоже, подобный нам человек, у него было своих полно заморочек, вот, был обычный человек, Бог использует не ангелов, Бог использует простых людей со своими, начали, как говорится, нараканами, белами, пока говорят, да, со своими проблемами, но те, даже от нас он не требует порой огромной веры какой-то, он требует порой от нас даже очень малого, там, зверчичное зерно, просто дай Богу шанс что-то сделать через себя, и он совершает эту работу, слава Иисусу. И лютер, там, и кальвин, другие реформаторы 16 века, они там не до конца, по-моему, перерезали католицизма, во многом они такими же католиками и остались, и умерли, такими же предобаптистами был лютер до конца своих дней, да, и в реформатских церквях, кальвинистские до сих пор, крестик Маденцев тоже, этот антисметизм, шлейф еще оставался, хвостов было полно вообще, и у лютера, и у других реформаторов. Конечно, антисметизм лютера по сравнению с антисметизмом Папа Римского тогдашнего и традиционной католической церкви, это как небо и земля, конечно, это уже, скажу так, это скорее сиотизм даже, чем антисметизм. То есть лютер же заступался из-за евреев, заступался, хотя, с другой стороны, он поддакивал тогда, когда рушились синагоги, значит, и говорил, что пора евреев обращать в христианство. То есть он был таким же католиком в мозгах еще, в своем мышлении образе абсолютно. Но, слава Богу, что уже сделал шаг вперед, другие братья, другие люди сделали другие шаги вперед. И реформация 16 века, это на самом деле очень мощная такая в истории строка. Я люблю очень эту тему. Вы знаете, я люблю говорить об этих людях, героях веры, но проставляя не лютера, конечно же, не Кальвина, не кого-то еще из этих отцов, а вот именно самого Иисуса Христа, который и вчера, и сегодня, и во веки тот же написано. Аминь. Да, господа, вот такое. Я расскажу о... Если историю христианства нарисовать, то можно нарисовать так, что после 4-го примерно столетия, ну, как бы, после 3-го даже столетия, история христианства стала постепенно, так, то быстро, то так медленно, но скатываться вниз история церкви. И так продолжалось до начала 16-го столетия. Больше или меньше, но скатывалась история церкви вниз. Все ниже, ниже, ниже. Дошло до просто маразма, дошло просто откровенного. Христианство было 100% фактически в Европе, но эти века называли мрачным средневековьем. Христианство стало мраком, представляете? Потому что христианство было не Христово, а христианство было мафиозное, христианство было коррумпированное, христианство было без Иисуса, без Библии. И у нас, здесь на Руси, и там, в Западной Европе, ну, в христианских странах, короче говоря, за хранение порой Библии ожигали на кострах, значит, за чтение Библии ожигали на кострах. Вот, не только там, в Европе, у нас тоже. Наша инквизиция была православно не меньше суровая, чем западноевропейская, просто о ней не принято говорить, как бы. Но хрен есть мне стаще. Все равно на каком костре сожгут православном или католическом. Хотя православный костер был в чем-то даже еще более ужасный. Как правило, на Востоке, именно в православной церкви, в русской обычно, сжигали, как правило, на медленном огне, чаще всего, в отличие от Запада и Европы, где сжигали сразу на большом огне. То есть, как бы были свои нюансы. Значит, но я был, в Амстердаме, в музее инквизиции, там большая экспозиция стоит, там многие экспонаты натуральные, не восстановленные какие-то, а вот именно вот тех времен стоят. Там такие ужасные всякие кресла, на которых мучили еретиков, отступников, там ведьм, что-то среднее такое между креслом стоматолога и гинеколога, что-то такое. И все это еще, плюс еще с такими крещами такими, знаете ли, там насчет, там, я говорю, ужас какой-то. И потом всякие дыбы эти, колеса, и нечто подобное было у нас тоже в СССР тогда, выставлялось в музее религии и атеизма. Кто может был, если когда-то, я побывал в Ленинграде тогда, ну, по крайней мере, до 89-го, что ли, года, или до 90-го года, эта экспозиция выставлялась тогда в храме Казанской церкви, прямо на, ну, в центре города, Петербурга, я имею в виду слово, на Невском проспекте, Казанский собор. Он тогда не был действующим, он тогда был еще, значит, музеем. Здание храма используют как музей религии и атеизма. И там была экспозиция о православной инквизиции. Это было, скажу так, что не лучше, чем в Амстердаме экспозиции. То есть, как бы, такого же уровня, будем так говорить, только в Амстердаме там еще, как бы, с этими шоу, восковые всякие фигуры, там идешь, там раз, там гильотина, хоп, и башка полетела. Ну, как бы, ужасно, конечно. И, значит, и там запись такая, крик. В соборе такого не было, конечно. Не было этих восковых фигур, не было там, как бы, подсветок каких, таких страшных, хохотно. Вот, как бы, значит, ну, как бы, поэтому музей в Амстердаме, он больше похож на, как бы, фильм ужасов, или там, или комнаты ужаса, но только с реальными экспонатами, как бы, музейными. Вот, в Казанском соборе выставляло все очень проще, гораздо, и, как бы, ну, не меньше было страшно, честно говоря, когда смотришь на вот эти крещи, которыми ломали ребра, снимали кожу, там, значит, все эти приспособления, которые были орудиями правоославных инквизиторов прошлых столетий. Но, конечно, в основном, инквизиция свирепского правоославная, это Подмосковье, это Иосиф Волоколамский монастырь, был один из центров инквизиции. Знаменитые Соловки, значит, но они не были такие, как бы, суровые, на самом-то деле. Больше, все-таки, Иосиф Волоколамский монастырь был известен, именно камерный пыток, своими душегубками и прочими, а также, спас и эфимовский монастырь в Суздале, и другие некоторые обители, были именно использованы, как именно исключительно инквизиторские обители. Вот, это отдельная история, то есть, нам есть тоже, чем каяться. Я думаю, что пришло время и нашим иерархам присоединиться к тому, что сделал вот прежний римский папа, Иван Павел II, в отношении катонической церкви. Потому что покаяние, это не признак слабости церкви, а наоборот. По-мирскому, может быть, так оно и есть, но, если брать духовную сторону жизни, а мы христиане должны так размышлять, то покаяние, это не признак слабости церкви, а наоборот, признак взросленности церкви, признак зрелости церкви. И покаяние, оно не унижает церковь, а наоборот, возвышает. Кстати, вот прямой пример из истории. Когда Иван Павел II начал покаяние в антисметизме, покаяние в инквизиции, покаяние во многих этих злодеянех церкви, и вместе с ним калились некоторые кардиналы, епископы от лица католической церкви. То перед тем, как он начал это все, некоторые политологи, религиозные деятели, политологи, говорили ему воздержаться от этого. Потому что и без того низкий рейтинг церкви упадет еще ниже. Но получилось прямо наоборот. В первом же десятилетии, сразу после начала покаяния, рейтинг церкви резко поднялся. Это было во всем отмечено. В бизнесе, в религии, там, значит, политике, влияние ватиканских послов, представителей стало гораздо больше, намного больше и на востоке, и на западе. И, понимаете ли, то есть при Иване Павле II, в католических церквях, испытала реальность Божьего закона, что возвышающий себя унизится. Вот, и, значит, и наоборот, кто унижен, да, сам себя унижает, он кается, безусловно, да, смиряется, он будет возвышен на Богу. Хорошо, друзья, я верю, что покаяние православной церкви, инквизиции нашей, православной, оно не унизит православие, оно, ворот, возвысит. И покаяние, оно не уронит авторитет церкви в глазах общества, а наоборот, поднимет. Я в этом глубоко убежден. И для меня большой пример, вот, пример католической церкви. У меня много друзей католиков, я бываю в костелах, иногда проповедую, тоже, значит, и в польских костелах, в американских костелах католических проповедую. В особенности, вот этих, среди католиков-харизматиков, которые крещены Духом Святым, как и я, крещен Духом Святым, и я такой православный харизматик. В Америке есть даже такая тоже церковь наша, называется харизматическая православная церковь. Харизматик, Ортодорс Чорпич. Так что, православным харизматом есть, что даже рассказать. И, кстати, патриарх этой церкви в Америке, это белый американец православный, крещен Духом Святым, епископ Марк Керси, он является и патриархом этой сейчас церкви, и, как, исполняющий обязанности патриарху, вместо блюстителя патриарша. В основном эта церковь находится на юге, в южных штатах, центр находится во Флориде, в городе Сан-Агустине. Флорида это, допустим, Крым. Это полуостров такой, курортный, там, жуй кокос, ешь банана. Это, чунгачанка такая. И очень расслабляет этот полуостров, конечно, но там находится как раз центр вот этой церкви, харизматическую православную церковь, там, в городе Сан-Агустине. Это самый старый город Северной Америки вообще. В США самый старый город, его основывали еще испанские конкистадоры. И вот именно в этом городе находится центр православной реформации такой, не только в Америке, но и вообще в мире по сути. И все православные священники там, епископы, кто крещен Духом Святым в разных странах мира, они все пилостекаются, потому что, ну, там, центр и патриархии, и центр этой церкви. И патриарх этой церкви, православный патриарх, говорит такие слова, Марк Херси, что говорит, раньше, говорит, для него было странно, что если православный человек, и тем более священник, и молится на языках. А теперь для меня странно другое, говорит, если православный человек, и тем более священник, и не молится на других языках, вот это для меня странно теперь. Да, потому что, на самом деле, дело не то, что он говорил даже о молитве, он говорил вообще о переживании и крещении Духа Святой, о том, что это для всех христиан, и для нас православных тоже, мы не должны быть, знаете, в стороне, это все равно, что, допустим, тело омывается, да, а руку не моешь, допустим, должно все тело омыться, и Дух Святой это не только удел для отдельных динаминаций каких-то, допустим, он для всего тела Христа, слава Богу. Но есть, конечно, части тела Христа, которые очень сильно перетянуты жгутами таких религиозных ложеучений, что туда и не пробиться Духу Святому, казалось бы, который уже в омертвении находится, казалось бы, но эти жгуты будут сняты, и циркуляция продолжится, и Господь оживит Церковь Свою славу Иисусу. Да, друзья, и вот о чем я сказал, что сказал о том, что христиане первых четырех столетий, да, трех столетий гонений, потом целого столетия мира не знали молитв за покой, и молитв мертвым, и молитв за умерших. А в принципе это по большому счету одного поля ягода, потому что опять-таки молитва умершим и молитва за умерших это все как бы в принципе одна доктрина, только с разных сторон. И вот откуда появились эти ложелучения появились о молитве умершим, допустим, и молитве за умерших, они появились из Африки. В Африке вы, наверное, слышали, да, вот, Эфиопия, Сомали, вот в этих странах, ну, в Египте, конечно же, тоже, да, север-восток Африки. То есть, эта ересь, она чистая водоафриканская ересь, во-первых. Она пришла из Африки, чернокожие христиане получали откровения. От чего они получили откровения? Не от Библии. К сожалению, монахи, в то время зародилось монашество, вот так я расскажу вкратце. Зародилось монашество, и одна из таких проблем монашества, монашество вышло из гнастицизма, то есть, это древние мистические учения, и поэтому спиритизм, который осуждался в Библии, осуждается, и христиане, христианами не принимаются, никогда не принимаются. А для гностика это было нормально, хорошо. Монашество с самого начала своего, к сожалению, как духовность воспринимало. Сегодняшние монахи, конечно, уже во многом отличаются от того, что было в первых поколениях. Первое поколение монашества, отцы добротолюбия, фактически все были сплошь и рядом оккультисты, спиритисты. Примеров здесь хоть отбавляю, у нас просто очень мало времени. Я вкратце назову кланов таких спиритистов. Это Антоний Великий, Макарий Египетский, Пахомий Великий, значит, Пафнутий, и много других отцов менее известных, допустим, менее авторитетных. У Макария Египетского, допустим, в официальной версии его жития, то есть рассказ о жизни этого монаха, официально одобренный московским премиархатом, книга издана, значит, не так давно переиздана, ну, больше 20 откровенно описано спиритических опытов его, общения с духами умерших. Самый потрясающий опыт описан, я не буду там у многих, кстати, все опыты спиритические этих монахов, они происходили обычно один-один в пустыне, то есть без свидетелей, за редким исключением. У Макария было тоже так, у Макария почти все описанные опыты спиритизма, то есть его вызывания умерших, духов там, разговоры с ними, записаны с его слов, то есть мы знаем этот из его уст. Правда, некоторые спиритические опыты Макарий имел именно в присутствии свидетелей, но опять-таки это были заинтересованные мисси, это были его ученики, то есть из них плохие свидетели, но один из опытов спиритических описанных в житии святого Макария, потому что он в официальную сценку до сих пор официально святой, к сожалению, спиритист, монарх, оккультист, до сих пор святой. Один из примеров, он был приютным и описан как именно общий такой, присутствие большой толпы людей, но самый такой пример потрясающий, это вот беседа Макария с черепом называется, то есть он в пустыне нашел человеческий череп, каким-то образом вызвал дух, которому череп при жизни принадлежал, дух ему отвечал из черепа, он задавал вопрос духу, дух отвечал ему из черепа. И из этого разговора Макарий вынес откровение, первое в истории христианства, что молиться за умерших не то, что можно, а даже нужно, якобы, даже необходимо. Значит, покойник этот, дух этот, который отвечал ему из черепа, убедил Макария, что якобы, когда вспоминают об этих умерших, тем более, если помолят, за них, то им будет великое облегчение, как бы, этим умершим, находящимся в аду. А этот видолага, говорящий из черепа, признался, что он находится на самом дне ада. Он был, с его слов, как бы, Макарий, мы знаем, что это был, якобы, жрец оккультной египетской религии. И он находился на дне ада. И, в общем-то, Макарий прослезился, он там, как бы, очень расчувствовался по этому поводу. Нет, если он поверил в это, то, безусловно, он принял за чистую монету все это, хотя, на самом деле, согласно слову Божьему, я могу сделать вывод один лишь, что он общался не с духом жреца оккультной этой египетской религии, находящимся на дне ада, а с бесом, который просто-напросто мог говорить на том наречии, старом египетском наречии, он мог произносить такие, там, имена какие-то, допустим, известные, там, факты какие-то из истории Египта, допустим, древнего. То есть, в принципе, Макарий вводил за нас сам дьявол. И Макарий принял за чистую монету это откровение больше того. Подобность периодических сеансов было много не только у Макария, но и у других отцов тогдашних первопроходцев монашества, у отцов-основателей монашества, фактически все так или иначе основатели монашества были спиритистами и оккультистами. То есть, это, вообще, я против монашества. Вы уже поняли, да? Я откровенно против монашества. Я не против монахов, я за монахов, даже наоборот, но против монашества как явление уродливого, антихристианское явление, находящееся в христианстве по сей день. Я против монашества как именно движение в целом, Потому что это до сих пор откровенно оккультное движение, ничего общего с христианством не имеющее. Но до сих пор уживающееся в христианстве, ну я могу потом объяснить еще, почему оно уживается до сих пор в христианстве. И знаете ли, что скажу? Что пришло время просто каяться, пришло время освобождаться церкви от этого зла. И вот именно через монашество многобожие и молитва разным святым, дополнительным помимо Господа, и также молитва за упокой, за умерших, они пришли в жизнь церкви. То есть монахи жили в Африке, особенно их много было тогда в Эфиопии и Сомали, и вот оттуда постепенно они же как паломники, как гости, бывали в странах Востока. И побывав в странах Востока, они разговаривали с христианами и попытались убеждать их, что якобы молиться можно не только к Господу, что наше христианство нужно изменять, что мы уже 400 лет молимся только лишь Богу, отцу, сыну, святому духу, только лишь Иисусу Христу. Но пришло время новых откровений, что якобы в пустынях монахом является Мария, Матерь Иисуса Христа, убеждая их молиться ей, что якобы она вот там в небесной иерархии заняла очень важную такую стратегическую позицию, и что ученики Иисуса, Его ближайшие соратники, друзья, апостолы, они уже посели духовно на престолах своих, чтобы судить колено Израилева. Поэтому уже можно их просить о чем-то, чтобы они попросили как бы Бога за нас. Но особенно шла речь из-за Марии, конечно. То есть в христианство пригласилась откровенная ересь. Вы скажете, неужели христиане были такими простофигами, такими, знаете, вот взяли и зачистили монету, это приняли, это все. Неужели они религиозно лапшу на уши свои, так доверчиво приняли, и ничего по этому поводу не говорили. Не все так просто было на самом деле. На самом деле, те отцы церкви конца 4-го столетия, что узнавали об этой ересе, они давали достойный отпор. Один из этих отцов, запомните, пожалуйста, очень пригодится вам, думаю, это Епифаний Кипрский, Епифаний Архиепископ Кипрский. Епифаний Кипрский, он тоже, кстати, официально святой в православной церкви и в католической церкви. Но это был именно один из тех столков веры, что тогда противостоял этой ереси. Слава Богу. Он дал достойный отпор этим африканским гостям, которые на его острове, где он был епископом, стали эти ереси распространять. По поводу Марии, матери Иисуса, он сказал следующее, Епифаний, что ее, Марию, должно уважать, но никто не должен молиться ей. И слава Богу. А сегодня самому Епифанию молиться, отпорча с глаза там. Значит, больше того, под влиянием африканских этих гостей в одном из городов, значит, Кипра, в городе Анаблате, было сделано изображение на полотне изображения Христа. Представьте, в конце четверого столетия впервые было сделано изображение Иисуса. Никогда еще в христианстве не было изображения. Я тоже коснусь этой темы. Первые христиане не знали подобной традиции. Первые христиане первых почти четырех столетий не имели изображения ни Христа, ни тем более его мамы, ни тем более его друзей апостолов, или кого-то еще. Это все, опять-таки, тоже из Африки ересь принесенная, правда, уже не из Ефиопии, а из Египта, говорят. Именно египетские школы живописи услужили, предложили сделать портреты изображения Иисуса, Марии, апостолов, иллюстрируя тогдашние зарождающиеся ереси. И вот, и в городе Аноплатье было сделано изображение Иисуса на холсте, на полотне, прямо вот на самом видном месте этого собора городского. И Епифаний Кипрский, приехав в этот город, посетив этот город, побывав на служении, он вышел, и перед всеми людьми, собравшимися нам христианами в этом соборе, он собственноручно это изображение уничтожил. И заявил, что подобное есть новшество, есть очень опасное новшество, что это есть повод к идолу поклонству, которое, знаете, Епифаний как будто в воду глядел. Буквально лет через 50 после уже его смерти были уже изображения, не только где-то на востоке, даже уже и на западе были изображения, им уже тайком, уже постепенно начали поклоняться уже, почитать их, целовать их там и прочее. А уже прошло еще лет 150, и уже появились такие учителя, которые говорили, что, мол, даже можно откровенно целовать полотно или доску с изображением, ради того, кого оно изображает, как бы, через образ на первый образ. Был такой Леонтий, такой архиепископ из Неаполя, неаполитанский епископ, который эту ересь впервые провозгласил. Но, слава Богу, что его тогда же, там в VI веке, его разоблачил Филоксен, какой был богослов Иеропольский, который написал книгу против этого Леонтия, заявив, что то, что Леонтий пропагандируют, это является, ну, по сути, антихристианством, которое выдается за христианство этим Леонтиям. И, слава Богу, что большинство итальянских епископов, они поддержали именно Филоксена и ополчились против Леонтия, который вот эту ересь стал провозглашать. Но до сих пор, к сожалению, эту ересь в христианстве пропагандируют. Вы, наверное, слышали об этом уже, да? Через образ на первый образ. Допустим, может быть, вы говорили с кем-то из традиционного православного, допустим, что, вот почему вдруг ты целуешь икону? Мне, когда говорили такое раньше, я говорил, да вы что? Мне, значит, показывали на Библию, я говорил, ну-ка, закройте Библию, давайте поговорим так, нормально. Я вам пример приведу. Я стал там рассказывать такую душевную историю, туман напускал такого, знаете ли, там легко обманывать в тумане. На чистую воду, когда выведешь Слово Божье, там любого афериста можно религиозного в два счета распознать. А когда много тумана, там уже, знаете ли, из тумана выплывает. И вот, значит, и я такой туман нагнал. Стал говорить, смотрите, говорю, вот так вот так вот, допустим, парень любит девушку. Ну, как в семинаре обычно рассказывают, классический пример. И вот, значит, и он целует фотографию девушки, но он любит не саму же фотографию. Он любит девушку, и он через образ на первый образ. И вот мы тоже, я говорю православные, мы, да, мы со стороны кажется, что мы, значит, как бы поклоняемся этим иконам. Со стороны, может быть, так и кажется. Но не надо, как говорится, Божий дар с яичницей путать, да, значит, кислость, пресно, не надо, все вместе. Вот, мы внешне то же самое делаем, что вот все яичники перед идолами, но на самом деле мы другое совсем не творим. Мы, как бы, через образ на первый образ перекидываемся. Мы, как бы, поклоняемся самому Богу, там, ну, понятно, да, не только там Богу, что речь, но, как бы, вот этим небожителям небесным, целуя их образ, на первый образ перекидываемся. Допустим, целуя икону Иисуса, имея в виду самого Иисуса Христа. Ха, интересно, да. Но я сам, честно говоря, был в таких лжеучениях, я в это верил. И мне отвечали грамотные христиане, говорили, батюшка, ну, посмотрите, ну, хорошо, вот парень любит девушку, целует фотографию. Но, ну, подумайте, а что можно сказать о парне, который любит девушку, а целует журнал, где много всяких девушек фотографий? Кого же он любит? Если вы говорите о том, что на Христа перекидываетесь, то почему в цеплях столько много всяких образов? Кого же любит, в конце концов, православная христианин, если он целует и того, и пятого, и десятого? Я в разных храмах служил, по Рязанской области, по Брянской области, в одном храме служил, правда, только в Брянской области. А как чтец хором руководил в Орловской епархии, в Орловской области и, значит, в Московской области. И в десятках храмов служил, очень разных, очень непохожих, и старых, и восстановленных, и новых. И знаете ли, так чудно было видеть, когда, допустим, люди подходят там, и вот образа все целуют, 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 там все, все. Там, бозику потерю, и там, вот, поцеловал, поцеловал, поцеловал. И детей, значит, к этому тоже приучают, как бы с детства, знаете ли, такой, как бы, оккультизм для малолетних. Вот, ну, поцелуй боженьку, поцелуй боженьку, еще. Вот, значит, и того боженька, и ту боженьку. А там, значит, на выходе, в некоторых храмах, рисуют страшный суд. И наверху там небожители, а внизу там сатана, значит, и в виде змеи падает, значит, и всякие черти. Ну, прихожанам-то туда не дотянуться, небожители, до Иисуса Христа, там, ангелов, там, святых. Они, этого, и черти всех целуют, там, и сатану, там, вот, с этим красным глазом, такой дракон, там, вроде как, типа динозавр какой-то, его тоже целуют, его. А я когда-то так смотрю, думаю, я батюшку местную говорю, отец, ну, смотри, это вы прихожанами черти, если их передцеловали, я говорю, да, я уже говорил не раз, они, и все, все одно будет. Что не поп, то и батька, что не икона, то святыни, как бы, и все там. А в одной, в одном храме, там, был Ельцин нарисован тогда, как раз, он был президентом действующим, еще живой был, да, был президентом еще. И Лужков, и кто-то еще, не помню, кто же там. А, ну, вот эти, московское руководство там, областное руководство было нарисовано, это храм, как называется, бывший Богородск город, Ногинск, Ногинск, Ногинск. Как раз через Ногинск несли, как раз, мощи Сорохима Саровского, это было в 91-м, да, или 92-м уже, я еще не помню, 91-м год, по-моему, первый раз, несли как раз через крестный входом. И эта история запечатлений, ну, правда, и там, и Ельцин был, и все прочие там товарищи, были без нимбов, конечно же, но они просто были, ну, нарисованы. Но среди их там попадались святые какие-то там, знаете ли, ангелы там, где-то еще. Вот, и прихожане тоже там, и Борис Николаевич, это всех, короче, всех поцеловать, никого не обидеть. Но, вы думаете, это только сегодня чудят? Не, конечно, в древности так было принято вообще даже, это было популярно, это хорошо забытое старое. Допустим, взять там какие-то соборы древние, там, времен там еще, там, ну, сразу после отключения Руси, допустим, да, времен, ну, кого, после князя Владимира, там, да, Ярослав Мудрый тот же самый, там, другие, Владимир Мономах, там, эти вот князья киевские, они не забывали про собственные персоны. Когда храм много разрисовывался, то там обязательно рисовались они сами, их там чада, их там жена, там, их там, ну, правда, без нимбов, но в таком же стиле абсолютно рисовались, что там, в принципе, вопрос времени. Его канонизация, пройдет время, он понимал, что он, в принципе, пройдет там 100, 200, там, 500 лет, и он рано или поздно в святые попадет. Так и получалось в истории. Потом проходило время, он попадал в святые, и художником оставалось только лишь дорисовать ним, и все. В принципе, дело было за малым. Вот такая канонизация. И политическая, откровенная канонизация, как, допустим, канонизация Николая II, последнего русского царя, вот, где, ну, 100% политика, там никакого вообще нет даже, ну, христианства православного или какого-то другого. Так, и, господа, скажу, что в христианстве первых вот этих столетий изменения наступили вот как раз конец 4-го, начало 5-го столетия. Фактически, чего бы мы сейчас ни коснулись, изменения были очень серьезными. Я уже назвал, да, молитва за упокой. Вот в это же время как раз пришла. Молитва умершим Матери Иисуса, умершим апостолом, там, святым всяким, опять-таки, в конце, 4-го, начало 5-го столетия. Но если, как бы, брать даты, то я уже упомянул, да, самый такой трагичный такой собор, роковую дату в истории христианства, это 431-й год. Третий Вселенский собор, 431-й год. На первых двух соборах, которые были в 4-м столетии, таких ересей, слава Богу, не провозглашалось. Эти соборы, ну, не идеальны, конечно, там, и некоторые были свои ошибки. Но, однако же, слава Богу, что вероучительно, эти соборы оставались на библейских, евангельских позициях. Но, уже на третьем соборе откровенная ересь произошла. Я, хорошо, просто это будет много очень времени, я не буду подробно там рассказывать об этом соборе. Я скажу вкратце лишь, что проблема была в цезарепопизме. Цезарепопизм, что это такое? Это система взаимоотношения в церкви и государства, когда государство управляет церковью. А церковь становится послушным орудием в руках сильных мира сего. Цезарепопизм. И через цезарепопизм, через зависимость церкви уже, очень конкретную, яркую зависимость от государства, стало возможным, что вот такие откровенные ереси в христианство были привнесены. Потому что на смешание христианства с язычеством был откровенный политический заказ. И, в общем-то, вопрос был лишь времени, когда это произойдет. На первых двух соборах, я говорил, что вероучительно не было допущено таких серьезных нарушений. Хотя, как сказать, уже были определенные такие нарушения. Вспомним слова Иисуса, который говорил «Кесарево, Кесарево, а Богу Божьему». Первые ученики Иисуса, вообще первые христиане, очень хорошо понимали вопрос. И они разграничивали «Кесарево, Кесарево, а Богу Божьему». Не смешивали это все. Но, к сожалению, вот так получилось, когда церковь попала под государственную власть в 4-м столетии. То уже императоры заявляли примерно следующее. Не примерно, а буквально следующее заявляли. То, что мне угодно, и это и есть канон церкви. Это император Иомиан, Феодосий Великий в 4-м столетии. А уже в 5-м столетии Феодосий 2-й, в 6-м веке император Иустиньян один к одному говорили. То, что мне угодно, это и есть канон церкви. Они говорили не просто в кругу семьи или где-то на пирушке, знаете ли. Они говорили в собрании епископов, богословов, объясняя им, что вы решаете многие вопросы, хорошо, решайте, размышляйте, спорьте. Но то, что мне угодно, это будет канон церкви. Не то, что даже вы там большинство проголосуете за или против. Так было на 3-м соборе, братья. Так было на 3-м соборе, когда в Эфесе летом 1431 года собрались епископы, богословы, но во главе вот этого 1-го собора, 3-го, их было 2 даже. Один 22-го июня, другой 26-го июня. И все-таки расскажу немного. И вот 22-го июня собор как раз во главе с африканцами, африканским патриархом Кириллом, Кириллом Александрийским. Это было еще тут пройдоха. Он шел по головам к власти и он, не дождавшись других отцов, просто-напросто своими силами в собрании африканцев и местных эфесян, потому что там был местный митрополит Эфесский Мемнон. Так вот, во главе был патриарх Кирилл, а Мемнон был одним из спикеров этой конференции. Было принято решение, что так и так можно молиться не только Богу, можно молиться и другим посредникам Богу, помимо Иисуса Христа, что мы все, Иисус, Иисус, ходатай, посредник Нового Завета, есть еще и другие посредники. На чем основывались вот эти вот африканцы? На сновидениях, на видениях, на привидениях, на спиритических сеансах. А потому что умершие покойники, с какими они общались, убеждали их, что, мол, на небесах большая иерархия. На самом деле, не все так просто. На самом деле, Иисус, это хорошо, но там настолько много всего, что до Иисуса дело не дойдет даже никогда вообще. Вот, и как бы из этих откровений, спиритических опытов, монахи наперебой рассказывали свои сновидения, видения, привидения. И все это было, как бы, доводом мощным, им это казалось. Но самое ужасное было в речи местного, как раз, митрополита Немнона. Кто-то позорился вообще на все столетия вперед. Я не знаю, пока его силен в этой гадости, но он сказал такую вещь, афановите буквально. Он сказал, что, мол, не зря, мол, с его слов, не зря, мол, даже именно город Эфес был выбран, как именно место проведения Третьего Собора. Именно Эфес был издревле известен своим культом Богородицы, пресно-девы, вечно-девственницы, родившей и оставшейся девственницей Артемиды Эфесской. Именно храм Артемиды Эфесской был когда-то одним из семи чудес света. И эфесяне многие были поржены именно в гордости своей, потому что величие этой богини пришло в упадок, и храм в запустении, в разорении. И, в общем-то, некогда Эфес привлекал тысячи-тысячи паломников ежегодно, знаете ли, с разных регионов, не только империи, но и за границей. Из Китая, из Индии люди приходили туда, с Центральной Африки приезжали, со Скандинавии, значит, приезжали, чтобы поклониться Артемиде Эфесской. Ну а здесь все, разорение, убытки. Так вот, и Мемнон Эфесский мечтал восстановить древний храм, чудо света, посвятив его истинной богородице, которой есть Мария, Матерь Иисуса Христа. И он заявил, что наши предки, мол, они молились вот этой Артемиде Эфесской, и они как бы не пророчествовали, а предузнавали, как бы предугадывали настоящую богородицу, которой есть Мария уже. Вы представляете? Вот это была речь Мемнон Эфесского, митрополита. Хорошо. И когда приехали другие патриархи, богословы, епископы, в частности, патриархи, ну все остальные патриархи, Иерусалимский, Антиохийский, с Константинополя, с представителя Рима, то им уже сказали так. 22-го времени они провели собор свой, а 26-го уже, 25-го, 26-го приезжают, как раз, все остальные делегаты. И они говорят им, братья, мы уже посовещались без вас, проголосовали, приняли, вы только ознакомлись и подпишитесь, и расстанемся с друзьями. Во-первых, патриархи все остальные были в шоке. Это было откровенное такое, ну, как бы, издевательство, и вообще, значит, это было... Ну, это было против всех правил и собора христианского вселенского, и вообще норм всяких. И поэтому протестовали отцы, а во-вторых, когда даже бегло ознакомились они с содержанием вот этих вот решений, просто были в ужасе. И 26 июня Кирилл отказался пересматривать, что принято приняли, и большинство участников африканцев так и осталось при своих убеждениях. Но приехавшие организовали 26 июня новый собор, где рассмотрели решение 22 июня, и фактически против каждого из этих вот высказываний они говорили. Анафема. Анафема. Протоксинкел Анастасий, один из спикеров этой конференции 26 июня, он говорил такие слова. Он цитировал апостола Павла. Если даже мыгод или ангел с неба будет другое благовестие давать, будет анафема. Дело в том, что участники собора 22 июня, они очень часто спекулировали тем, что, мол, им ангелы открывали истину. Мол, им ангелы являлись в пустыне и говорили вот такие откровения. Якобы Гавриил, архангел являлся, говорил о Марии, что я был тот самый, что говорил Марии там в Назарете. Я был тот самый, что говорил Марии при Благовещении. И я вот говорю новые откровения о Марии и прочее. И поэтому Протоксинкел Анастасий провозрастил, что анафема этому учению, потому что даже если ангел бы, тот же самый Гавриил бы, говорил бы такие учения антиевангельские против того, во что верили все христиане вот тогда, до того момента. Это откровенный ересь. Ну вот, а что было дальше? А дальше вкратце скажу, потому что у нас очень мало времени, хотя это как бы тема отдельного семинара, этот собор, честно говоря. Так вот, два этих решения, двух разных соборов, получается, 22 июня и 26 июня, легли на стол к императору. И государь-император взял на себя роль судьи. Разобраться, чье же мнение будет кодобическим, православным, всеобщим, универсальным. И заказенный счет, ну все же было заранее уже предрешено, потому что Кирилл действовал нагло, нахрапом, не потому что он был такой просто наглец, он был умный человек. Он был наглый, но он был умный человек. Он просто заручился заранее поддержкой императора, поэтому он так и действовал нагло, без церемона. И сам собрал собор, провел, не дожидаясь других отцов. Потому что он понимал, что в честном разговоре с отцами, с Библией в руках, он даже 5 минут не простоит. Он сразу нокаутирует его и все, и духовно. И, хотя не факт, что только лишь духовно. Вот как Николай Угодник такой, какой-нибудь там выйдет там и хук справа, а потом ногами и кадилом. Иконочерепная травма, да, кадила мозговая там. В зависимости от стиля. Ну, в общем-то, скажу, братья, что император, он, значит, организовал, по сути, в столице всеночное факельное шествие монахов и африканцев, которые провозглашали часами, провозглашали одно и то же всю ночь. Присвятая Богородица, спасай нас, Богородица, молись о нас, Богородица, спасай нас. Всю ночь. И не уставали, слушайте, а. Ну, в свое время тем же самым весом служили, значит, эти ефесяне, помните, да, которые отвечали, великар, темиды ефеская. Там не могли никак успокоиться, мол, там Павел хочет разорить это место и прочее. Мол, эти смутьяны пришли сюда, мол. И в Деяниях описывается все это. И, слава Богу, что, конечно, в Деяниях все было по-другому, но здесь было поражение, конечно. Потому что император заявил, что решения 22 июня являются каноничными, а 26 июня он не принимает. Толпа никовала этих монахов. И, в общем-то, кое-кто плакал, конечно, потому что понимали, что те, кто откажется верить, так, как сказал император, будут репрессированы. Так и получилось. Сотни священнослужителей разного уровня, патриархи, митрополиты, епископы были репрессированы. Редко были казнены, чаще всего были заточены в тюрьму или же в рудники. В оазисе Нибис, в Верхнем Египте, где была опасная тюрьма для особо опасных преступников, политических, религиозных. Откуда бежать было невозможно, кругом пустыня. Только лишь с Караманом можно было уйти оттуда, с этого оазиса. И вот там погибали и патриархи, и того же самого патриарха Иоанна репрессировали. Патриархами истории, то есть всех остальных патриархов, кроме Папы Римского, который вышел в позицию такую, чай перевесит, того и поддержим, к сожалению. Такая политическая позиция больше. И вот так и получилось. Антиохийская школа богословия и Иерусалимская школа богословия были полностью, практически репрессированы. То есть это сотни и сотни богословов, ученых, христианских. Лишь за отказ признать решение 22 июня. За отказ молиться Богородице, святым там прочее. А патриарху многим епископам, патриарху Вселенскому в частности, было предложено. Он был в качестве простого раба, на каменоломниках и другие братья. И было каждый год предлагаем от императора подписать решение 22 июня. И в случае, где подписание, гарантировалось восстановление должности. Его дворец, допустим, патриарху Вселенского мало чем отличался от дворца императора. Человек уже не молодой, уже престарелый. Жили как у Христа за пазу, как сыр в масле, как говорится. Но, слава Богу, эти отцы предпочли страдать тогда за Христа, чем иметь временное греховное наслаждение. И о судьбе мы их не знаем. Только знаем одно, что никто оттуда не вернулся практически. То есть никто из них не подписал. Это соглашательство. Лишь некоторые, к сожалению, сдались. Лишь некоторые из иерусалимских священнослужителей, из антиохийских и в Константинополе согласились. Присвитеры некоторые, ипископы согласились подписать решение 22 июня. Я не знаю, чем они руководствовались. Может, страхом просто. Может, не думали, что как-то переживем это все. Утрясется. Но не утрясалось. Было еще хуже, наоборот. Стало еще хуже. Потому что ровно через 20 лет, уже в 451 году, в Халкидоне, было уже нормально, считалось нормальным молиться не только Марии и апостолам, но уже и разным другим святым. То есть если 22 июня там шла речь о Марии и апостолах, то уже через 20 лет уже нормально было молиться разным святым. И это как снежный ком, понарастающий стал расти. Знаете, это безумие по сей день продолжается. Это снежный ком, эта лавина, она убивающая духовно миллионы и миллионы душ христиан, она не останавливается до сих пор. Кто это безумие остановит, друзья? Сегодня, я считаю, время как никогда подходящее, чтобы остановить это безумие. Сегодня время реформации. За пять столетий предыдущих, пять столетий реформации поэтапной, восстановление первоначального христианства, на сегодняшнем этапе считаю, что самое подходящее время, век информатики, век технологий, когда сегодня Слово Божье, как никогда раньше, проповедуется, распространяется. Сегодня, правда историческая, открывается очень многим христианам, сегодня пришло время просто-напросто покаяться. Некоторые удивляются и говорят, о, а вы православный? Говорю, да, православный. Раньше был кривославный, теперь православный. И я говорю, те, кто молится Богородице, другим умершим святым, значит, и ангелам, как посредникам, кланяются пред ними, там, расшаркиваются, целуют их образа, они не православные. Они не имеют права называться так православные, они кривославные. Потому что православный, правильно славить Бога. Ортодоксия, в правильной традиции славить Бога, это неправильная традиция, это неправильный обряд, неправильное служение Богу. Бог есть Дух, Иисус убеждал, соборянку, да, и поклоняющиеся Ему поклоняются должны в Духе и в Истине. Таких Отец ищет себе поклонников. Мне очень нравится, как в украинском переводе там написано, прагны, жаждет Отец увидеть таких поклонников на земле. Слава Иисусу! Да, друзья, на Халкинонском, пожалуй, в этом же соборе, в 451 году, через 20 лет после 3-го собора, на 4-м соборе в Халкинонском, Вселенском, к сожалению, дело пошло еще дальше. То есть, как бы, крутой пике началось, падение христианской церкви. Если перед тем еще как-то планировало христианство вниз, уже моторы сломались, уже катилось вниз, но еще как-то планировало все это, то после Халкинонского собора резко что-то вниз пошло все. Это было страшным событием, потому что на Халкинонском соборе в 451 году легализовали откровенный оккультизм, молитву за упокой, легализовали использование мощей, останков трупов человеческих. И все это назвалось христианством, представляете? То есть, монахи, заняв все епископские кафедры, фактически все, тогда на Востоке, за место репрессированных епископов, богословов, грамотных людей, библейских грамотных, монахи чаще всего невежественны были, и они свои вот эти откровенно оккультные эксперименты, они легализовали в христианстве. И так и получилось. После Халкинонского собора использование мощей стало фактически повсеместным, на Востоке, по крайней мере, а потом уже и на Западе также. Запад постепенно принимал то же самое фактически учение. Так, хорошо, у нас мало времени, впереди еще много столетий. Давайте сделаем такую экскурсию небольшую. Какие ереси еще? Если пишете, то какие ереси еще запишем? Пришли, запомним-ка. Какие ереси пришли в жизнь церкви как раз вот в этот период времени? Начало пятого столетия и дальше. Икона почитания. Именно стала насаждаться активно в это же самое время. Икона почитания. Какие оправдания этой ереси есть? Слышали, да, наверное, об этих оправданиях? Кстати, вот сегодня, значит, вот в наши дни, не то чтобы когда-то там в средние века, а в наше время, когда, как говорится, космические храбли, бороздят просторы Вселенной, да? И сегодня то же самое происходит. Сегодня мы видим, что вот в Россию привезли поезд Богородицы. Пояс. Пояс, пояс, ну, как бы поясок. Ну, например, пояс, допустим, да, вот пояс, вот мой пояс. Нет, черный пояс, допустим. У меня черный пояс. Тоже. Да, Джеки Чан отдыхает, да? Вот, черный пояс. Вот почему бы ему не поклоняться? Интересно. Ну, лет там через, там, нацать, может быть, может быть, даже и, как бы, и сойдет для поклонения. Но почему ее пояс так важен? Дело не то же в поясе. Вообще, сам принцип, что вот из, как бы, мощи, там, одежда, какие-то там культ реликвий, их так называют культы реликвий, очень популярны. В России, по данным СМИ российских, ну, особо верить не приходится в сегодняшнем российском СМИ, они очень часто приписывают и врут. Уже много раз об этом убеждался. Но, по заверениям российских СМИ, порядка двух миллионов христиан православных совершили вот этот акт поклонения этому поясу Богородицы. Из них примерно четверть, примерно полмиллиона москвичей и гостей столицы. Вот, конечно, это, ну, если это так, если это не приписки, а реально два миллиона людей, то это два миллиона, по сути, сломанных судеб. Два миллиона обманутых христиан или же людей, называющихся христианами. Два миллиона людей, которые прошли через контакт такого религиозного зомбирования, кодирования, очень опасного. Два миллиона пострадавших, которым нужна сегодня реальная помощь, реальная психологическая помощь, духовная помощь, в первую очередь, конечно же. На самом деле, нахвататься бесов очень легко, я это по себе знаю. Сам хватало их очень много, пачка, напомню, просто. Но очень сложно освобождаться потом, тоже знаю, потому что, когда проходило освобождение, то скажу, что это было не из простых вещей совсем. Я валялся на полу и орал, как оглашевая, как резвая свиня какая-то валялась просто. Я орал не своим голосом просто. Эти весы выходили пачками просто вообще. И скажу, что я знаю, о чем говорю. И я скажу, что вот эти христиане, к сожалению, и люди, называющие себя христианами, которые, знаете ли, думают, это просто красивый обряд, просто красивая традиция. Вот просто культура такая, знаете ли, у нас. Вот есть пояс, и мы ему поклонимся. Во-первых, происхождение пояса совсем непонятное. Вернее, понятно, оно подставное, ложное. Это как бы не первое столетие, об этом уже много писали и пишут. Но хорошо, я говорю, даже если это был бы настоящий пояс Марии, разве это повод поклоняться этому всему? Конечно же нет. Безумство. И, ну опять-таки, я считаю, что это очередное такое зомбирование населения на пороге как раз выборов депутатов Госдумы, значит, и президентских очередных выборов. Это просто промывку мозгов. И, скажу так, религиозная лапша на уши уже пачки выбросается. Знаете ли, там уже такая паста уже, спагетти, на население брошена. Вот, и опять-таки, кто снимет это все? Я скажу так, что Слово Божье, оно снимает эту гадость с нас. И, хотя, по себе скажу, что мне лично было очень сложно освобождаться. Почему, наверное? Потому что это, как бы, вера большинства, вера церкви. Это, как бы, это придает уверенность какую-то определенную. Знаете ли, что это, как бы, это стабильное, это что-то такое, с покон веков идущее. Когда я одному священникам вопросы задавал, значит, так и так, у меня там сомнения. Но я еще и сам не был священником, правда, тогда еще, в 88-м году, когда уже, ну, начал служение, полное служение в храме. Я читал, пел на клеросе, хором руководил тогда, как раз вот в самом ранней весной, пусть, в 88-го года. И, знаете ли, я священник вот тогда вот, и так в личных беседах тоже задавал вопросы. Говорю, отец Амбру, у меня вот сомнения есть некоторые, вот, касательно вот веры нашей. Потому что, ну, у меня были, на самом деле, у меня были большие сомнения. Потому что я эту Библию читал тогда, и, как бы, когда сравнивал это с тем, что я видел в церкви, это было, конечно, не в пользу церкви. И этот священник говорил мне так, отец Амбру говорит так, Сережа, ну, представь, ты самый умный. Разве ты сам умный, разве церковь вот за 2000 лет, она вот могла вот это все, знаете, ошибиться? Он мне подсовывал всякие книжечки, давал на прочитку. И один из епископов, Павел Рижский, архиепископ, он писал примерно так, что вот да, нам говорят часто, что церковь сегодня не похожа на то, что мы видим в деяниях и было в первом христианстве. Но, говорит, не расстраивайтесь, это та же самая церковь, но, говорит, мы уже выросли, мы просто переросли уже, мы уже повзрослели. Только было младенчество, а сегодня взрослое состояние уже. И, говорит, сегодня возвращаться, как бы, к апхосовским временам, возвращаться в первую церковь, в первое христианство, для того, чтобы пытаться на взрослого человека примерить распашонки грудничка, допустим, да, ползунки какие-то там, значит, совершенно маленького ребеночка, да. И мы уже переросли, мы уже взрослые. Вот, это да, упаси Господь от такого взросления. Знаете ли, когда, значит, повзрослели настолько, что ушли от простоты во Христе, повзрослели настолько, что и сам Господь, кажется, в стороне, не удел вообще. Когда откровенно акульки учений пришли в жизнь в церкви, это не взрослые состояния, это заблуждение в церкви. Но я, к сожалению, тогда нахватался этого учения, принялся чистую монету, всю эту ересь. И потом, были тоже сомнения, в 95-96 годах я тоже говорил со священниками некоторыми, со старшими священниками. Один из вот тех священников, он больше 50 лет когда служил священником, имел опыт, как не считал, он мне, думаю, поможет. Я приезжал к нему на беседу, и однажды тоже ему говорю, так вот так вот, говорю, у меня куча вопросов, и вот всякие сомнения меня берут, очень серьезные. А правильно ли мы делаем вообще, и правильно ли я вот служу? Вот, он мне сказал очень простой рецепт, сказал отец, говорит, грамм 150 на ночь, и никаких вопросов. Знаете ли, это был хороший священник, но бытовой алкоголик, как потом выяснилось. То есть он не варялся под забором, то есть я, он порядочный человек такой, но, как бы, каждый вечер просто напивался. Ну, и я понял почему, потому что я думаю, я-то молодой глухой еще, он-то уже вот, уже старый человек, и, видимо, мои вопросы он узнал их еще лет 50 назад, эти вопросы. Просто пытается алкоголем отключить мозги. Я скажу так, почему наши русские священники в основном пьянствуют? Ботовый алкоголизм процветает. Трезвых священников немного, они есть, их немного. Я не знаю, как у вас здесь, в Кемеровской области, вот, я очень мало здесь плохо знаю ситуацию, но я знаю хорошую ситуацию за Московскую область, Рязанскую, значит, Орловскую и Брянскую. Вот, вот за эти области я знаю точно. Значит, и 90% всех священников там в этих областях просто пьяницы. Ботовые алкоголики. Даже не пьянство, а именно ботовый алкоголизм конкретный. Я не скажу за новых священников, но те, кто был до 26-го года, по крайней мере, это точно. На все эти области я знал лишь несколько священников, ну, могу троих назвать точно, которые не пили. Но один из них уже не мог пить никак уже, и мы там все повырезали уже внутри. Вот, значит, а два другие были принципиальные, идейные, были трезвенники. Но они были как беды обороны. Их, поэтому, злорочков считали в епархиях, епископы, их, значит, пинали, их, значит, и, значит, и с глаз долой отсылали на дальние приходы. И мне один благочинный так и сказал, ну-ка, с тобой не сработаемся. А почему? Я говорю, ну, может, я что-то не так делаю? Все правильно, но ты как не пьешь. А это что, ты не уживешься в епархии, значит, ты будешь дурачком, слушай, значит, в этой епархии. Того будут самые дальние приходы затыкать, и все. Вот, и я стал с ними выпивать, потому что приезжает благочинный, приезжает епископ без водки. Смирнов распутил, тогда были популярные эти водки в 90-е годы. Вот, никаких разговоров нельзя было. Я один раз вино поставил, на меня, как на дурака посмотрели, значит, там, что, девчонку, что-то, вино поставил. Значит, и давай водку доставай. Пришлось посылать бабушку за, значит, что вы, за водкой. Благо староста там гнала самогонку, не лучше Смирновской, не хуже Смирновской. По ценам специалистов, опять-таки. Значит, и скажу, что вот я говорю, это не чтобы осудить сейчас братьев. Я просто знаю того, кто может братьям этим моим помочь. Я знаю Иисуса Христа, который реально может дать помощь, реальную помощь. И выход надо искать не как страус, пряча голову в песок, а я вот сравниваю пьянство священников именно вот с этим. С попыткой просто уйти от действительности. Просто мозги отключить и поменьше думать. Но наша работа даже у священников такая, что ты неизбежно будешь думать вообще. Ты неизбежно будешь задумываться о таких вещах, о духовных вещах. Это как в Советском Союзе, допустим, быть художником, да, допустим, или композитором. Нам говорили о материалистическом сознании, но все равно любой творческий человек, он и в те времена Союза понимал, что атеизм это глупость вообще. А как Достоевский писал, абсолютным атеистом может быть либо абсолютно идиот, или абсолютно негодяй. Вот только две категории граждан могут быть абсолютными атеистами вообще. Любой нормальный хомо сапиенс, он все равно во что-то верит, он не может не верить вообще. Это мой товарищ, когда он воевал, значит, и в Афганистан, их как раз, значит, посылали, когда накануне вот этой операции, там у них был один там, как бы, литработник, который проводил, значит, как раз именно под, ну, видимо, по расписанию, как положено было, атеистической идеологии, как бы, значит, там, лекцию. Вот так, атак доказывал, что было, нет, не было, не надо. И, а потом была такая мясорубка настоящая, с этого батальона осталось несколько человек, то есть всех постреляли, всех там побили, значит, там, ребята остались перепуганные, значит, и вот несколько офицеров, и с трех, с двух сторон горы, сзади там эти враги, душманы, впереди минное поле, все, тупик. И этот старый болитработник, этот, да, значит, офицер, они, молодежь, это солдат, они смотрят на него в шоке. Он, кто, недавно доказывал им, что Бога нет, стоит перед полем мином, крестится, на небо и крестится, и пошел по полю. Представляете, и они за ним вот так вот шли. И слава богу, ну, чудо совершилось, они все вышли, то есть не взорвались, прошли. Хотя там были разные мины, и сами же минировали, что-то, ну, в принципе, не надо, так другая модель, наверное, сработать, в принципе. Вот, но они прошли, то чудо божье было. Но нельзя говорить всего, что от веживотворяющих делов, знаете ли, это было бы невежество. Это было бы, что Бог делает. Слава богу. Когда вообще тяжело, когда мы вот в тесных обстоятельствах страдаем, или что-то еще такое происходит, мы очень часто, ну, реально к Богу взываем, и Бог отвечает, слава Иисусу. Но невежественные люди, конечно же, непросвещенные Словом Божьем, начинают потом славить кого-то еще. Как вот Бог говорит через Осию к Израилю, тогда уже отступничеством, к сожалению, и Бог призывал покаяться евреев, и Бог говорил такие слова через пророку Осию. Я спасал их, евреев, а они ложь говорили на меня. Представляете, то есть он спасал, а они славу приписывали этим богам всяким. Они там истуканно приписывали славу, спасение своего, допустим. Вот это невежество такое. И, ну, так очень часто происходит, к сожалению. И настоящее чудо от Бога, оно имеет такую очень важную, такую, ну, существенную такую сторону, да? Оно прославляет Бога. И верующий человек, он должен понимать, настоящий христианин, что от Бога, от Отца Света происходит всякое даяние благой и дар совершенный. Аминь. Хорошо, друзья, по поводу оккультизма и многих этих вещей страшных. В христианство, вы запомните, да, с начала пятого столетия пришло. Если кто-то вам будет говорить, вот, мол, иконы были в первые века христианства, не верьте этим демогом. Это все болтовня. Это, грамотные люди не могут так поговорить вообще. Или только с фиги в кармане, с гречей пальцем, может быть. По-настоящему не могут так они говорить, грамотные люди. Потому что нет ни одного, ни одного, уже сколько столетий искали, так и ничего не нашли, никакого подтверждения. Наоборот, все то, что находят, подтверждает как раз обратное. Вот вам интересный пример. Кстати, примеры как бы за иконы. Якобы, вы слышали, наверное, что Иисус Христос сам якобы нарисовал свою икону первую. Он умылся перед художниками, которых прислал один, как бы, агаринский, арабский правитель. И, значит, и вытерся полотенчиком, и дал этим художникам. И они ахнули. Вот это да. А там отобразилось лесо Иисуса Христа. Ну, это уж, это не то, чтобы из шахты вышел человек, знаете ли. Ну, хотя у Иисуса работа была не из простых, конечно, но не шахтерская явно. Ну, значит, и, хорошо, лик отобразился как бы, но, так говорится, сверхъестественно отобразился. Хорошо. И якобы художники принесли к этому агаринскому царю, значит, тот был в очень большом, таком, ну, благодарности какой был. Он повесил у себя во дворце, и там это висело все, а потом решили снять, и глядь, там отобразилось. На стене прям. Повесили на столб, и на столбе отобразилось. То есть, куда бы удивительная история повторялась, такая, все отображалось. Ну, это сказка, конечно. На самом-то деле, первых семь столетий христиане ничего такого даже не слышали. В восьмом веке при дворце дамасского халифа Абдал-Мереха первый визит сочинил такую рассказку, сказку. Это был мансур некто, впоследствии известный как Иоанн из Дамаска, или Иоанн Дамаскин. Этот мансур, сказочник, при котором бледнеют и оба братья Гримм, и Ганс Андерсон, да и сама Шахилизада, с тысячей ночью вообще отдыхает. Потому что то, что сочинил этот мансур, он был первым визитом тогда, при дворце дамасского халифа. То есть, министр финансов и обороны два в одном. Такой твикс такой, знаете ли, арабский. Значит, вот так вот, что он сочинил, у него была третья ипостась, это сказочник. Притом, скажу, наверное, вот эта ипостась, она затмила все остальное в его жизни. Потому что он закончил жизнь свою не в дворце халифа, а все-таки в келье монаха с прибором для этих летописей. То есть, он сочинял до конца своих дней много всяких рассказов. И вот один из его шедевров, это вот тот самый шедевр, что якобы один арабский правитель в древности, во времена Иисуса арабские правители не могли посылать туда никого. Хорошо, даже если послали, Иисус не мог себя этообразить. Вообще, первые христиане знали об этом? Ничегошеньки не знали вообще, даже близко. Хотя, значит, о времени Иисуса и о времени Первой Церкви, и о времени первых трех столетий описаны историками подробно. Наш христианский Геродот Евсений Кесарийский. Евсений Кесарийский архиепископ Кесарий Палестинский. Вот думаю, что пастор Сергей, наверное, завтра уже посмотрит Кесарию Палестинскую. Потому что обычно всем, кто приезжает туда, всем рекомендуют, ну, одна из первых поездок, или там, ну, это как раз поездка в Кесарию. Все, кто в Израиле бывает, все, кто нам возит, всем показывают эти развалины Кесария древние. Вот там, в этом городе, был архиепископом Евсений, он был нашим христианским Геродотом, отец истории христианства. Он жил в конце третьего, начало четвертого столетия. И он описал историю христианства, начиная от последней главы книги «Деяния апостолов» и до современных ему событий. То есть, и назвал ее «Церковная история». В основном, он писал, конечно, о восточном христианстве. То есть, о том, что он больше знал. Он застал эпоху гонений. То есть, он многие вещи, как бы, писал со слов мучеников и исповедников, которые сами кое-что прошли в своей жизни. Застали деклетиановские гонения, очень жесткие такие. Так вот, и Евсений, описывая историю, ничегошеньки не упоминает даже о том, что был какой-то портрет, какие-то изображения Христа. Наоборот, отвергает это. Почему отвергает? Потому что родная сестра Константина, она была замужем за этим восточным императором Ликинием. Так вот, ее звали Констанция, кстати. Константин и Констанция, брат сестра. Так вот, Констанция была замужем за Ликинием. И она писала письма с Константинополя, ну оттуда, с Востока, со столицы, писала письма этому Евсению Кесарийскому. Это было уже в то время, когда христианство уже к тому времени лет 30 примерно, ну 20 точно, наверное, уже, было свободно. Уже сотни, уже тысячи храмов по всей Римской империи уже были построены. Христианство было легальной религией, государственной религией. Получало государственные деньги, пострадавшие от репрессий получали вознаграждения, компенсации какие-то и прочее, прочее, прочее. Так вот, и смущало императрицу, знаете ли что, эту царицу молодую? Смущало то, что в тысячи храмов по всей империи, ни на Востоке, ни на Западе, нигде нет ни одного изображения Иисуса. Ее это смущало. И она задала с целью, значит, узнать, может быть, где-то сохранялись какие-то древние изображения Иисуса. Может, где-то, какое-то хотя бы портретное описание есть Иисуса, чтобы, как фоторобот составили, знаете, по свидетелям, со слов свидетелей, как выглядел, примерно, какой-то подозреваемый. Это как выглядел Иисус Христос, хотя бы. Чтобы по этому фотороботу, как бы, восстановить образ Иисуса. Хорошо. Но кого бы она ни спрашивала, все говорили, нет, извините, даже не слышали о таком вообще. Умные люди им порекомендовали и всеми Кесарийского. Сказали, он грамотный архиепископ, он собирает информацию о всем христианстве за первые, ну, за все три столетия. К нему стекалась ручья информация. Люди привозили какие-то там свидетельства, люди рассказывали о том, что было там в прошлом столетии. Говорили о своих отцах, о своих там дедах, о своих прадедах. И со слов он записывал очень много свидетельств. Так вот, и говорили, уж если это есть где-то, то у Евсерии обязательно информация будет. И поэтому царица написала письмо самому Евсерию, чтобы он тщательно это все исследовал и узнал, есть ли где-то, или было ли где-то в веках, в прошлых, вот этих трех столетиях, изображение Иисуса. И Евсерий эту тему исследовал, он написал письмо, пространное письмо, переписка Евсерия Кесарийского сохранилась полностью, фактически. На английском языке она есть бесцензурная, полная версия, на сайтах некоторых выложена, в частности, электронная библиотека Конгресса США предоставляет полную информацию. Там, значит, есть для скачки на греческом, на латинском и на, ну, понятно, английский вариант перевода всех этих писем. Полностью переписка Евсерия Кесарийского. На английском языке, на русском есть очень немного переведенные имена в учебниках, книгах, что содержится. Из русских ученых, допустим, вот, профессор Постов, Михаил Постов, это профессор кафедры истории христианства, еще при Сарской России, потом из эмигрантов, он скончался уже в изгнании, где-то в Белграде или в Софии, я не помню, где-то там, значит, на Балканах. И еще до Второй мировой войны скончался. Так вот, и профессор Постов, он переводил некоторые письма на русский язык. И у себя в истории христианской церкви, он приводит пример. В Бельгии была опубликована ему эта работа, история христианской церкви. И, в общем-то, сегодня в России было, не сказать, переиздание этой книги, поэтому она доступна для русских читателей сегодня. Но полной переписки это не издано до сих пор, к сожалению. Но по письму, переведенному профессором Постовым, мы знаем следующее, что Евсений Кесарийский, отвечая императрице, письма сохранились оригинальные. То есть это уникальные документы, говорящие о той эпохе, по которым историки могут знать ту эпоху. Так вот, Евсений Кесарийский пишет, что он тщательно исследовал вопрос, проспросил сотни разных служителей, старых, молодых служителей с разных сторон империи. И пришел к однозначному выводу, никаких изображений Христа не только сейчас нет, но и не было за все века христианства. Ну тогда было только лишь три века христианства. И дальше он написал, что по мнению его и мнению других епископов, если где-то и были такие изображения, или возможны, то это не христианские обычаи, это какой-то сектантский обычаи. О каких сектантах он пишет? Можно предполагать, что он писал о гностиках, потому что Ириной Лимонский как-то упоминает о карпократианах таких, гностиках, которые имели портреты Христа в своем пользовании. Что за портреты Христа? Это были изображения Пифагора, изображения Аристотеля, изображения Сократа, которых считали христами, карпократиане. Они называли их христами. Считали Иисуса из Назарета одним из многих воплощений Логоса. То есть, ладно, не будем скрывать мозги. Скажу короче, что это сектанты, это не христиане. Если и были изображения Христа, то это не были изображения Иисуса, а были Сократа Христа, Пифагора Христа, Аристотеля Христа и самого карпократа Христа. Потому что сам карпократ считал себя ни много ни мало, но следующим после Иисуса воплощением Логоса. Поэтому он не умер от скромности, конечно. Мы понимаем. Ну, знаете ли, человеков везде хватает, и в любую эпоху можно найти. Но, слава Богу, что христиане были от этого зла свободны. Кстати, не только Евсений Кесарийский дал такой ответ. Кстати, когда он дал ответ такой, Констанция была вынуждена разочаровать художников, которые уже были вот наготове. Только дай им описание, какие глаза, какой рост, какие там волосы. Они бы порисовали бы. Потому что и Евсений написал, что он, расспрашивая старых верующих, однозначно сложнулся с такой проблемой, что никто из них не сохранял информацию об Иисусе Христе. Какие его были глаза, рост, волосы. Оказывается, атрофировано было. Всякое желание у христиан первых столетий интересоваться Христом по плоти. Потому что они знали Христа в духе, зачем им Христос по плоти. Но, знаете ли, свекровь ее не унялась. Если Констанция, она как-то успокоилась после этого ответа, то ее свекровь не угомонилась. Царица Елена, мама Константина... Ой, свекровь, извиняюсь. Ее мать, ее мать. Я очень извиняюсь, исторически ошибку совершу такую. Хорошо, что история не пишется по моим словам. Так вот, хотя там дыма без огня не было. Кстати, я не зря оговорился. Там была такая родственная связь, блуд, одним словом, такой родственный. Но это уже отдельная история. И скажу, что, кстати, сама Елена тоже была в блуде, конкретно в блуде. Она, ну как это называется? Мы сейчас называем это шведской семьей. Короче, тогда называли римской семьей, в принципе. Но это общество не осуждало такие браки, когда там непонятно кто с кем и как. И это называлось римская семья. В принципе, это как бы по тем временам это было нормально. Но для христианства это было, конечно, ненормально. Христиане гнушались такими римскими браками, вот, обменами жёнными там и прочее. Значит, что время практиковалось. Но сама Елена жила в блуде, конкретно в блуде. И те два емпийские, потому что обличили её приютно, потому что она приходила в храм христианский, церковь христианский, и пыталась там вести даже чуть не собрание. Они заявили, вы что, она императрица, да, но она живёт как это в блуде. Она не христианка даже. Сегодня её называют равноапостольной. Сегодня, вот это да, хай бог мыло, таких апостолов у нас. Вот, и, но, и сыны, кстати, туда же тоже нарядили в апостолы. Вообще, это скоморохи, а не апостолы. Знаете, вот, нельзя их делать апостолами, потому что вообще, ну, как сказать, это и не христианство, и даже не околохристианство. Это откровенное изичество, которое, ну, реагирует какое-то время в христианской одёжке. И всё. За самого Константина скажу следующую информацию. Я не буду там много, потому что у нас мало времени уже. Но я скажу, что сам Константин, он до самой своей смерти так и не принял христианство. Как ни странно, да? Он так и не принял даже формального крещения. Значит, потому что он боялся потерять, ну, как сказать, покровительство своих богов, там, Зевса, там, прочих своих богов этих, значит, Дмитры. И за три дня до смерти, или пять дней до смерти, я не помню сейчас точно, но за несколько дней до смерти, когда он был ещё в уме, ещё и с посторонней помощью мог передвигаться, ещё не впал он в такое забытье, то последней его просьбой, имя, когда он был ещё в уме, и когда он мог передвигаться, это была просьба не креститься, не покаяться, это была просьба принести жертву Зевсу и Дмитре в кровавое приношение. И его поддерживали, значит, ну, его товарищи, его соратники поддерживали, он еле передвигался, уже он был очень болен, всё тело у него просто-напросто, ну, одним с том. Описание очень похоже на умирающего от спида, кстати. Значит, очень подробное описание, врачи порой даже удивляются, откуда такие были заболевания в древности. То есть человек просто высыпался весь. Значит, и с посторонней помощью, с большими болями он мог передвигаться, и его просто принесли в храм Зевса и храм Дмитры, и в присутствии его принесли этим богам жертве. Но он надеялся на исцеление, принимал ванны римские, это очень страшное зрелище, когда убивали рабов, их крови дополняли ванну, и туда пускали тело императора, чтобы он получил спасение, исцеление. Но даже такое радикальное средство не помогало ему. И в конце концов, значит, он впал в забытье, и уже не выходил из этого беспамятства, и скончался. Вот, и все его... Но, вы скажете, где же есть христианство? Дело в том, что после смерти некоторые придворные объявили, что якобы он в последнюю секунду принял крещение. Без свидетелей, якобы его крестил уже в состоянии бессознания, но по его последней просьбе предсмертной, в бессознании крестил его один придворный епископ, арианский епископ. Ариане – это такая секта, в христианстве она была тогда тоже, эта секта, наподобие свидетелей Иеговы, вот наподобие, нечто подобное. То есть, это как бы, ну, христианство или христианство, я не пойму, что. Вроде бы христианство, чаще всего и не христианство, даже антихристианство. То есть, вот, ариане, их называют христианами порой, но очень трудно их называть христианами, знаете ли, потому что они Иисуса Христа Богом не называли, вообще Господом не называли, они избегали такие даже формулировок – Господь, Бог, Спаситель. Они считали, что, значит, вот нужно молиться только лишь Отцу, а Иисус, Он как бы, ну, поскольку-поскольку, то есть Он не Бог для них. Понимаете ли, вот, и поэтому, вот, якобы такой придворный, арианский такой епископ, он крестил уже в бессознательном состоянии вот этого, значит, престарелого императора, и якобы объяснило тем, что вот стих из Писания «Крестящиеся для мертвых», вот как бы, он крестился уже, все уже, будучи в таком мертвом состоянии, как бы, господа. И сегодня из них пытаются сделать, вот, и делают из них, равноапостольных, значит, Константина и Елену. Значит, ну, один другого стоит. Елена, она, еще та была императрица, кроме ее блуда, общеизвестного, о которой она не стеснялась, то есть другие, может, там прятали что-то, но она все там на показ, и, ну, как сказать, демонстративно жила перед всем Римом в таком блуде. И, значит, больше того, именно Елена, она организовала первую церковную экспедицию в Израиль, археологическую. Слава Богу, пастор Сергей поехал туда нормально, да, он поехал мне искать там личные вещи Иисуса Христа, там, апостолов, чего-то еще. Но Елена отправилась туда, в Израиль, именно найти, якобы, крест, на котором раскаяли Иисуса Христа. А, значит, там все вот вещи, связанные с жизнью Иисуса, нашли кучу вещей. Нашли крест, на котором раскаяли, якобы, Иисуса. Ха, ладно. Значит, проехали. Ну, там много всего остального. Молоток, гвозди, которые мы распынали Иисуса. Терновый венец. Даже обрезание Иисуса нашли. Ну, обрезание, в смысле. Якобы, значит, там один еврей выдал, значит, все это, значит, там, да, под пытками. Видимо, мы там дополнительные обрезания сделали еще. И, кстати, потом это все, добро пропало, значит, потом крестомостцы нашли снова это все. И привезли в Европу, одному там безумному Кертику, там, за замок подарил, по-моему, да, все, заплатил замок там своим. За это обрезание Иисуса. А сейчас оно все в Риме, в Ватикане поставляется для поклонения. Вот. И один там украинский бизнесмен рассказывал, он бывший герекатолик, теперь он ивановский христианин, рассказывал, что, значит, что, когда водили, везде показывали, значит, и все, всему он поклонялся. Ну, хотя страх брал порой, говорит, вот иду, говорит, и там целое, как пункт камера. Ребра таких-то святых, позвоночники таких-то святых, черепа таких-то святых. Идешь, просто, ну, как в ночь, иди, выдаешься. И в конце в ларце написано, обрезание Иисуса. И, говорит, у меня что-то это, знаете, он почувствовал, что лапша с его ушей падает уже, она сыплется. И он спросил этого батюшка у Ксенца, говорю, ну, как это объяснить вообще, я должен буду поклоняться, что ли? Вот. А он сказал, ну, это вопрос веры. Он понял, дурит нашего брата. И, слава Богу, Горгонский, когда в Киев, он, значит, слава Богу, он, ну, покаялся в этих вещах, нашел нормальных христиан, которые библию читают, которых не заманившими такими вещами, ребрами всякими святыми, там, значит, там, в храм. И, слава Богу, покаялся, потом следили, стал об этом всем. Кстати, в Риме у нас есть там домашние группы сейчас, в этом году 19-м церковь начинаем там. В основном она состоит из Румыни, которые пока аристам уже в самой Италии, и лидером там является бывший традиционный священник, который сейчас уже, ну, является нашим служителем, слава Богу. Так что, послание к Риме, да можно скоро будет писать уже. Новое послание. Так, господа, и скажу, что из истории христианства, из истории церкви, очень много примеров здесь, и не хочется так вот этих голопым по Европам, но придется где-то. Вот у нас скоро выборы, да? Выбираем в Думу. Я не знаю, кто за кого голосует, кто за партию журников и разбойников, там, непонятно. Но именно 4-го числа еще праздник, введение во храм Богородицы, кстати. Вот по поводу этого праздника надо разобрать вопрос, потому что, я думаю, это извините в нашем мире тоже очень важно, потому что многие православные, если и вопросы пишут, не задают, в основном по этому празднику, потому что многих цепляет то, что я рассказываю, это все. И некоторые священники, вот в личных беседах обычно говорят так, что, ну да, как бы, в принципе, да, это, ну, ложный праздник. Но, а что делать? Священники как говорят, лично, что, не мы придумали, не нам это отменять. То есть, как бы, значит, ну, это не сейчас пришло, это не сейчас уйдет, как бы. Вот, и что делать? Я считаю, что пришло время каяться, пришло время освобождаться. И освобождаться очень серьезно от вот именно этого бакажа средневекового, прошлого нашего. В средние века родилась такая легенда. Вот она сейчас переномит легенда о Марии. Это как бы, как сериал такой. Просто Марии. Но это, вернее, сериал не просто Марии, вернее, не просто Марии, надо писать так. Не просто Марии. И, вот, значит, и якобы, якобы Мария, когда она родилась, перед тем, перед ее рождением, родители ее, не сговариваясь, одно и то же пообещали. Богу отдать то, что родится, как бы. Значит, если мальчик будет там где-то там в служении, девочка тоже где-то будет там при храме. И вот, значит, родилась девочка, назвали ее Маша, да, Марияна. И вот, и... Так вот, отправили ее в храм. Ей было всего-то там ничего, три-четыре годика, совсем еще девчушка. И вот ее привели к храму, и вышел главный батюшка, патриарх, как бы, вышел. Старший священник. Он посмотрел и как бы прозрел. Он увидел не просто маленькую девочку, он как бы предугадал, что это матерь Миссии, как бы. И он взял ее за ручку, и, девочка, я тебе, может, я покажу сейчас тебе весь храм, покажу. Завел ее в храм, сам якобы, куда не могла она реально попасть. Потом завел ее во святое святых Иерусалимского храма. Представляете, сколько? Вот это да. И якобы, вот, по древней версии, он вышел без девочки уже. Сказали, а где же девочка? Она осталась жить там после того, святых, убога. Интересно. Да, родители как-то приняли это все на веру, ушли домой, значит, и, как бы, девочка якобы жила там до 14 лет. Никто ее больше не видел, кроме патриарха, который раз в году заходил туда, в высотой святых Иерусалимского храма. Вот, по другой версии, более новой. Эту версию я рассказал, такую, допетровскую версию. После Петра Первого версия была другая уже, более современная, такая продвинутая. Ну, еще более фантастичная. Что якобы, в тот же самый день, Первого священника вывел девочку из святого святых. Поселили ее при храме, и якобы она, Мария, не просто Мария, да, она ходила каждый Божий день, ходила молиться во святой и святых Иерусалимского храма. Каждый день ходила туда молиться во святой и святых. Представляете? Слава Богу, здесь в зале нет ортодоксальных иудеев, и мы сейчас переместились бы со спугу. А чего это вы, христиане, если раздругольствуете? Но скажу, даже не надо быть ортодоксальным иудеем, чтобы понять, что это ложь. Просто большой религиозный кидалоба. Вот почему это все до наших дней дошло? Чаще всего, знаете, как говорил один из православных реформаторов, митрополит Александр Вененский, еще 80 лет назад в Москве, он говорил так, что вся беда у нас в том, говорит, что большинство наших священников живет по принципу, до нас положено или же оно во веки веков. Вот, к сожалению, и сегодня, а ВОЗ и ныне там. И когда на радио «Свобода» один из священников православных в прямом радиоинтервью сказал, что это, конечно же, ложный праздник, просто-напросто он культурно сохранился до наших дней, то его там чуть анафми не передали за это все. И пришлось ему слова забирать обратно, потом извиняться перед православной церковью. Дело в том, что бояться вопросов поднимать, мне это может быть проще в чем-то, потому что я вышел уже из этой системы. Если бы я был бы частью системы, конечно, то я бы, я не знаю, как я жил бы. Некоторые священники мне говорили, ну и что, мы тоже мощь и природа в епархии, допустим, тоже, ну целуем, ну с фигой в кармане целуем, значит, как бы. Вот, значит, как Галилеу Галилеи, а все-таки она вертится, как бы, значит, там, или что-то еще так. Знаете ли, но, а некоторые философы такие, священники, значит, говорили мне и говорят порой, Ну, мы тоже реформаторы, но не до такой же степени. Да, это как тот добрый англичанин, да, который жалел собачку и жалел весь сразу хвост отрубить, он по сантиметру в день везли. Вот, ну, а вообще, сердобольный такой, да, Джон из Уэллса. Ну, знаешь, что скажу? Вообще-то, вот эти священники меня удивляют порой. У них такая вера, непонятная вообще, откуда она такая, фантастичная. Значит, эти священники хорошие, порядочные люди, они мне говорят так обычно. Ни один, ни два, особенно в Москве, вот такие умники собрались. И в Петербурге тоже такие есть умники. Они говорят мне, даже сейчас порой, когда общаемся, бывает, так вот, в Старохраде иудейского обычно идет там на частной территории, так, без свидетелей. Вот, общаемся, они говорят, ну, говорят, ну, лет там через 100, 200, лет через 500, вот, церковь, она сама собой постепенно так кривая, так вырулит. И, ну, такая эволюционная реформация произойдет такая, понимаете, постепенно. И вот лет через 500 православие будет очень здорово, будет и в Англии звучать, и вообще люди будут спасаться, и прочее. Я так подумал, ну, а что мне с тобой, что будет через 100, через 500 лет? Вот, Бог не спросит меня за то, что будет тогда. Знаете ли, я не могу смотреть, как сегодня грешники идут в ад, погибают, и тешат себя верой в то, что лет через 100, 200, 500, вот, постепенно церковь, она изменится, эволюционирует, как бы, значит, там, в евангельское русло. Если бы Лютер так вынушлял бы, сидя там у себя в Виттенберге, сказал бы, а, у меня это заполустие немецкое, тысячи лет никто мне вообще и не вспомнит про это Виттенберг. Значит, это Рим, там, вот, там, пусть они, там, решают все. Вот церковь эволюционирует, и вот, или через 500, там, прекратят, ведьм, сжигают на кострах инквизиции. Вот постепенно, там, Европа омоется, не мытая Европа, потому что тогда реформация, в отличие от просто пробуждения, да, реформация, она затрагивает все слои общества вообще. Когда реформация всем хорошо, не только верующим, когда пробуждение обычно только верующим хорошо. Когда реформация, то всем хорошо, потому что реформация затрагивает все сферы общества, все сферы деятельности человеческих. И когда реформация произошла, значит, то в Европе канализация опять появилась, значит, водопроводы, ну, они и раньше были водопроводы, но канализация появилась, значит, люди стали мыться чаще, а раньше, как говорили, что часто мыть стылка, мылить, почесаться, да? Нет, ну, серьезно, были распоряжения епископов, такие распоряжения епископов, которые, допустим, испанские, продугарские епископы, французские писали, епископы, такие письма к своей пастве, в которых они повелевали мыться не чаще, полным омывением всего тела, не чаще, чем раз в полгода. Представляете, ну, то есть, если, как бы, еретиков сразу было легко вычислить, что-то пахнет здесь ересью, да, слишком, может, брат чистый. В принципе, крестоносцы погибали чаще не от арабских сапель, а от дизентерии, потому что демонстрировали свое христианство, значит, и ели неумытыми руками, как будто бы в этом и есть христианство. А потому что, если крестоносец, он помыл руки перед едой, допустим, да, и это вычислили другие братья, то его могли сдать. И могли заняться компетентные товарищи из доминиканского ордена инквизиции. И в подвалах монастыря под Путкиным он должен был сознаться, почему у него такое вдруг чистое, знаете ли, откуда он охватался такого. От евреев ли, от мусульманов ли, или вообще там, от каких-то, может, там, еще там, братьев там, еретиков. Ну, потому что нормальный какой-то, я с ним умытыми руками. Вот как бы, и там сохранилось письмо одного там принца своей прекрасной принцессе, будущей королеви. Он пишет там, дорогая, не мойся, еще потерпи еще пару месяцев, не мойся, я скоро приеду уже. А бедная и так терпила, сколько не было уже. Еще просят два месяца не помыться. Вот такая была Европа. Значит, люди забыли, что это канализация. Нормально было, считалось, в Европе, в городе, в том же самом Париже, в том же самом, да, взять вот этот ночной горшок, выливать прямо на улицу. И обычно даже не смотрели там, значит, на тебя, так, на колыбок пошел. Поэтому даже если жаркий день был, то ты ходил в большой шляпе, я люблю шляпы, но тогда шляпа была еще не проста, не спроста. Или капюшон, говорю, на себя. И бежал ты на работу короткими перебежками, потому что с любого окна могло на тебя что-то упасть. Да, вот такая была Европа. Значит, почему? Потому что христианство, вот, уродовало, такое уродливое христианство уродовало всю Европу. Ну, когда началась реформация, один, значит, там, батюшку возмущался, а, ну, протестанты. А я говорю, батюшка, а вы унитазом пользуетесь? Так, говорит, спасибо, скажите, что протестанты вам его придумали вообще. Вот. И, значит, я рассказал ему историю рождения унитаза. Самое интересное, дошло, через теологию не дошло, через унитаз дошло. А одна другая, бизнес-леден, значит, я разговаривал, зашел в бутик такой одежды, и там что-то разговаривался с продавщицами, и, значит, ну, и говорил немного о Христе. А, значит, одна, значит, там подошла женщина, она оказалась хозяйкой этого, как раз, магазинчика, и, значит, говорит, вот, нам не нужна такая американская вера, такая у нас своя православная вера, вы что-то рассказываете нам на другой, о какой-то другой вере рассказываете вообще. Вот, значит, они, как раз, нам решали, вот, Николаю Годника икону повесить или куда-то еще, а я ей бежал, говорю, женщины, пожалуйста, ну, зачем вам это? Оно надо вам. Как говорили, молитесь Иисусу Христу, молитесь Богу, молитесь Иисусу Христу. Эта икона вас не спасет вообще. Вот. Вот, и рассказал пару историй таких, занимательных из истории. Значит, и эта женщина стала возмущаться. Самое интересное, она возмущалась американской верой, но автомобиль, припаркованный возле магазина ее, явно был не Жигули. Вот. Вот, и в ее бутике продавалась обежда, значит, какая-то, ну, тут что-то там, ну, не тульской трикотажной фабрики, знаете ли. Вот, значит, я ей сказал, что если вы так фарите сейчас свою веру, почему же вы не на православных Жигулях приехали, а на инославной, знаете ли, на инославном форде. Почему, значит, у вас не православная там трикотажная фабрика, а вот инославная такая одежда. Как бы, значит, ну, я по-доброму объяснил, и, в принципе, мы расстались на том, что она сказала, ну, да, в этом что-то есть. То есть, как бы, есть плоды какие-то определенные. Да, друзья мои. И, конечно, потому что как человек верит, так он и мыслит, как мыслит, так он и поступает. Как поступает, так он и живет. Вера очень много решает что. Вера многим двигает в этом мире, на самом деле. Слава Богу. И по поводу введения во Храм Богородицы, почему я выступал и выступаю против этого праздника? Потому что на лжи нельзя строить веру в людей. Нельзя строить веру на вот таких лживых, придуманных вещах. Знаете ли, когда мы сказку слышим, допустим, в детстве, да, там, когда повзросли, мы понимаем, что это сказка. У нас разочарование порой наступает. И нельзя, чтобы вместе вот с этими разочарованиями в сказках религиозных, чтобы люди разочаровались в Боге, как, к сожалению, часто происходит-то. Вот то же самое по поводу вот этого огня. На Пасху. Слышали, да, все? Огонь на Пасху, значит. Мол, на Пасху является сам по себе, там, значит, как-то, именно огонь, который зажигает свечи, там, и прочее. Бред, откровенно бред. Вот, но в него верят миллионы людей. Сегодня покажи, что это бред, что это ложь. И могут миллионы просто-напросто, ну, разочароваться уже в Боге. Потому что для многих людей это, как бы, связано с Богом. Но я хочу, чтобы сейчас церковь покаялась и отреклась от этих ложных вещей, чтобы миллионы людей пересмотрели свое христианство и строили не на, вот, введение Богородицы, не на схождение огня, не на чем-то еще, не на прочих мифах и сказках, знаете ли, а на точном, на истинном слове, которое слово Божье, Библия. Потому что ни в ком оно нет спасения. И потому что вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. И все через него начало быть, что начало быть. И без него ничто не начало быть. И сегодня, на самом деле, задача реформации, это возвратиться к истокам самим. Про огонь, я еще, можно сейчас сказать так же, что, в общем-то, на мой взгляд, вот, о схождении огня, как бы, сверхъестественном, это конкретная провокация российских спецслужб и, значит, СМИ. Как раз с конца 80-х годов, даже середины 80-х примерно годов, и вот по сей день, по нарастающей распространяется такая ложная информация. Значит, и люди покупаются на это все, при том очень серьезно покупаются. Потому что каждый год в Иерусалиме на Пасху люди с ожогами разной степени попадают в клиники. Потому что люди, наши гуристы, именно верят, и паломники верят, что это якобы сверхъестественный огонь, якобы он не обжигает. И пробуют экспериментировать, как минимум, с кожей, а порой даже и с волосами, значит, своими. Что приводит, конечно, к печальным последствиям такие эксперименты. Значит, дошло до того, что патриарх Иерусалимский, тот самый, на котором наши СМИ, все говорят, что якобы он принимает огонь, значит, на себя, как бы, да, принимает. И потом передает быстро всем присутствующим в храме, как бы, якобы у него там в Кулуклии, в этом, как бы, центре этого храма, гроба Господнего, как бы, зажигается, как бы, сверхъестественный огонь. Патриарх Иерусалимский был вынужден сделать даже специальное интервью для русскоязычных, как раз именно христиан, паломников. Потому что с других стран православные, там, присутствующие, никто из них не обжигается. Только русские обжигаются. И не по пьяни, чаще всего на трезвую голову, именно из-за того, что просто хотят экспериментировать с огнем, будучи обманутыми именно российскими СМИ. Ни в одной православной церкви по всему миру в это не верят, что это, якобы, там, в сверхъестественное зажигание огня происходит. Только лишь на территории бывшего союза. Эта вера искусственно поддерживается. Вера, якобы, в сверхъестественный огонь. Так вот, патриарх был вынужден дать интервью. О нем наш ящик говорил, что якобы телевизор, значит, что так и так, мол, он принимает огонь. Он сам отрекался и говорил в интервью, что ничего такого и не было, и нет, и невозможно. То есть, никакого огня сверхъестественного в этом нет. Он объяснил, что мы называем это святым огнем не потому, что он сверхъестественный. Он естественный, но потому, что святая ночь, потому что Пасха, потому что, значит, торжество. Лишь в этом раздовесе. Но ни в коем разе это не является сверхъестественным выжиганием, как бы, огня. У нас, как бы, придумали всякие легенды. Якобы проверяют, и потом, значит, там, полиция чуть ли не, чтобы он там зажигалку и спичку не принес вообще. Бред какой-то. Никто никому не проверяет вообще. Откуда это все? До середины 80-х годов, 20-го столетия, такая вера была не церковной верой, а это была верой отдельных, простите, старух, отдельных невежественных каких-то монахов, но это не было верой церкви. А сегодня вера миллионов людей построена на мифе, который искусственно был воссоздан просто-напросто, и из веры отдельных, суеверных, невежественных людей. И сам патриарх Иерусалимский в этом обращении, он не осудил, конечно, как бы, открытую патриарха Московского, но осудил священников русских православных в потокательстве этому ложному, вот этому, ложному убеждению людей, как бы. Потому что из-за этого происходят ожоги постоянные у русских туристов и паломников на пасху именно. И на самом деле никакого огня нет, и не было никогда вообще в истории, никогда не было. Значит, патриарх Иерусалимский объяснил ситуацию очень просто. Кстати, из русских служителей только Кураев Андрей положительно отреагировал на все это, значит, опубликовав эти материалы. Его до сих пор не взлюбили, поэтому, ортодоксы многие православные традиционалисты. Потому что я Кураева сам, честно говоря, недолюбливаю, потому что, ну, как недолюбливаю, дай Бог им покаяться, конечно, но он написал очень много гадких книг, допустим, православным, протестантам о православии и другие некоторые, такие грязные очень, такие книжки написал, от которых дай Бог им отречься, конечно. Там очень много ложных учений, ложных таких вообще, откровенно ложных, антибиблейских учений, как Трин, которые он оправдывает. Он оправдывает до сих пор, допустим, и иконопочитание, и иконопоклонение. Хотя его порой фактами их стенки припирает, но он как уш на сковородке, ерзает, но пытается тут же перейти в другую сторону. К сожалению, не безуспешно. На другую тему начинает сразу говорить, перебрасывается. И вот такой профессор, слава блуд на тебе, но дай Бог им покаяться, конечно, хотя в последние годы, я отмечаю его такую эволюционную реформацию в сторону, конечно же, Слова Божьего, слава Богу. Чаще-чаще библиотицирует человек, значит, это, значит, уже близко выздоровление, слава Богу. Но, значит, потому что чем ближе к Библии, чем ближе к Иисусу, тем больше здоровья, слава Иисусу. А, значит, чем дальше от Иисуса, чем дальше от Слова Божьего, тем больше проблем. Дальше влезут злеи партизаны. И вот, значит, и, так, по поводу огня. Патриарх Иерусалимский объяснил эту древность и обычая. Гасятся по всему храму свечи, лампады, все-все-все, эффект полной тьмы. Но в Кулуклии не так. Там оставляется лампада, она отворачивается. И эффект полной тьмы на самом деле. Но поется песнопение, фактически в полной тьме, поется песнопение. В этот момент в Кулуклии он отодвигает лампаду, зажигает свечи, выносит. Он не говорит, что это чудо, о, там эврика. Нет, нет, он говорит, вот, все, он просто выносит. Зажигаются свечи. Отрепетировано столетиями, это обряд уже. Быстренько выжигаются лампады, свечи. Это отрепетировано уже многими столетиями. И для туристов, допустим, паломников из других стран, особенно вот в средние века, представьте себе, вы пришли в храм полной тьмы, и вдруг, чуть-чуть, чуть-чуть, по всему храму огонь. Конечно, люди могут быть, ну, неправильно, как бы так, ну, настроены. Они могут представлять это сверхъестественным огнем, но на самом-то деле это естественный огонь. Кстати, аферисты, вот, с российских СМИ, телевизионщики российские, которые состряпали вот эти грязные фильмы, до сих пор они распространяются в российских храмах многих православных, значит, в якобы благодатном огне. Когда их, знаете, как бы их вывели на чистую воду? Просто-напросто взяли и в реальном режиме времени просмотрели эти кадры, которые показали о сверхъестественном огне. Оказалось, все естественно, а не сверхъестественно. Включая ту самую монашку, ее каждый пасху показывают. Неизвестная монашка проводит медленно над огнем руку свою. Обращай внимание, огонь вот так вот, и она не обжигается. Когда в реальном времени посмотрели эти кадры, оказалось, она быстро провела. Так и я могу провести, любой может из вас провести над огнем быстро руку, и она вас не опалит. Но именно перед тем, было в таком времени, потом раз, замедлили, искусственно замедлили съемку, и казалось, как будто бы она медленно над огнем проводит руку. Представляете? И миллионы людей купились на эту утку. Миллионы людей. Я думаю, что сегодня у чекистов, сегодня у коммунистов и чекистской власти в России есть один из вариантов развития событий, это возвращение к СССР, к безбожию, к атеизму. И как сделать сегодня атеистами миллионы и миллионы людей? Десятки миллионов людей, очень быстро. Реально можно. Пару таких скандальных разоблачений, но не на Бога указывая, а говоря, вот, вот религия какая. И знаете ли, и возможно, что, ну, как бы, опять вернется все на круги своя. Потому что, несмотря на годы свободы, Евангелие все-таки пропадет в Россию очень слабо. Очень слабо. Ничтожно слабо. Я скажу, что церквей библейских, евангельских по Российской Федерации очень мало. В процентном отношении ничтожно мало. Значит, больше скажу, что вот это массовое храмостроительство, массовое строительство разных храмов на столетиях по всей Российской Федерации, храмы быстро построили, еще быстрее можно их сломать. Еще быстрее. Даже быстрее, чем в 20-й годах. Поверьте. Сейчас не надо заморачиваться, снимая красноармейцев с фронтов, чтобы, значит, разбирать храмы. Сегодня, пожалуйста, пиротехника развита так, что можно любой храм в два счета бабахнуть. Значит, и, ну, все эти вот взрывные устройства эти. И поэтому сегодня коммунизм очень быстро может снова заполнить пространство постсоветское, значит, как нью-советское такое пространство. И это уже сайт, конечно. Тем более отношение властей к евангельским церквям, оно пугает. Именно в разрезе отсутствия свободы религиозной современной в России. И это очень сильно напрягает, конечно. Но есть шанс, для любого общества есть шанс вывини Иисуса. Есть даже в Неневии, городу падшему, где верующих не было, и уже приговор с неба прозвучал к этому городу. Но, когда они послушались проповеди пророка Ионы, и было покаяние, все поменялось. Нет, приговор исполнился, но спустя некоторые поколения. Неневия, она таки исчезла, да. Были суды, к сожалению, внуки, уже правники этих покаявшихся, они не сохранили этой веры. Этот страх Божий улетучился, и люди стали грешить, и еще хуже даже, чем их отцы, и деды, и прадеды. Но, и Неневия была разрушена. Но, таки было покаяние, и было спасение поколений. Слава Иисусу. И поэтому кресты будем ставить, и будем молиться о том, чтобы все распространилось. Но, я думаю, что не лекторам коммунистам и чекистам надо в скором времени разоблачать ереси, а самим христианам. В этом большая сила, когда батюшки, сотни священников наших русских, тысячи даже, может быть, даже, чтобы по всей России, по Украине, в других странах бывшего безбожного союза, чтобы они вряса с крестами под ноги на груди, чтобы говорили, братья и сестры, простите нас, люди добрые, простите, что вот так вот обманывали, и сами жили в обмане, и вас обманывали. Вот церковь должна перестроиться, церковь должна по-другому мыслить, церковь должна строиться на основании самого Иисуса Христа, не на других основаниях. У меня мечта есть, большая мечта, чтобы в тысячах храмов, может, не во всей Руси, но в большинстве храмов, чтобы, по крайней мере, чтобы священники говорили правду, чтобы указывали не на Матери Иисуса Христа, не на других умерших святых. Знаете ли, как вот сейчас порой вывесы такие висят, какому святому в какой нужде молиться, а чтобы указывали на Иисуса Христа и говорили, дорогие друзья, ни в ком оно нет спасения. Все остальное это мифы, все остальное ничто, пустота, даже еще хуже, чем пустота. Но Иисус Христос, это есть реальный Спаситель Господь и Бог. Слава Иисусу! И вот эти все эти рассказки, по поводу видения, привидения всяких других этих праздников, знаете ли, это все попытки врага отвлечь внимание христиан от Христа самого, от самого Иисуса. Я это понял, потому что по своей жизни посмотрел, как это для меня было моим кумиром, в который я верил. Я верил в эти праздники, соблюдал их, но потом разочаровался, читая Библию, я увидел, что это все ложь. И оказалось, в 19-м году я осознал, что во многих вещах, в которых я думал, что я служу Богу, я служу Диаволу, не понимаю этого даже. Господа, вот еще один праздник, требуется его разоблачение. Устыня Богородицы. Из истории, именно в средние века придумали такое празднество. Точного года нельзя сейчас даже указать, но в средневековье был придуман праздник, что якобы Марии, Матерь Иисуса Христа, якобы она не просто умерла, она умерла и воскресла в третий день. И якобы она вознеслась и села одесную своего сына уже, Иисуса. И усложнилась иерархия сама. Помните, я вот как-то сказал, что в начале самом, что из Африки рождалась елесть Богородичная, и тамошние монахи, они получали как бы откровения определенные. Но откуда они взяли этот пример, мы не знаем, этот праздник. Видимо, тоже есть какие-то такие сновидения, там, или видения, или эспиритизма. Поэтому, якобы Мария, ну, вкратце расскажу, суть этого праздника, в августе месяце отмечается праздник, якобы Мария, когда у себя тоже была пожилая, значит, жила с Иоанном, значит, и... Которая, а не заболелся, как сын заболелся. И вот, якобы перед смертью, за две недели до смерти, к ней явился Гавриил. И опять с таким приветствием, радость и благодатная, там, Господь с тобою. Гавриил, Мария в шоке, что опять, потому что до боли знакомый приветствие, до боли знакомый ангел. Но Гавриил успокоил ее, что на этот раз, значит, по-другому пришел я, что на этот раз, значит, я по твоей душу пришел забрать тебя, ну, как бы в райские обители. Кстати, Мария была очень довольна, но попросила отсрочки. Она попросила пару недель на сборы, значит, ну, завещать, может, оставить там что-то еще. Одним словом Гавриил, значит, переговорил с кем надо, и сказал, хорошо, сверху сказали, что можно, для тебя исключение, две недели, хорошо, тебе дают, ну, только ради тебя, то, что ты мама, Господа и все. Значит, и, а Мария попросила кое-что у Гавриила, сказала, вот за эти две недели я хочу кое-что сделать, значит, собрать всех своих друзей, там, попрощаться с ними, там, значит, и попрощаться со всеми апостолами. А апостолы все остальные были на проповеди в разных странах мира уже, к тому времени, в Фома, там, где-то, в Индии, там, и прочее. И вот, она попросила, а нельзя ли вы взять их и так вот по воздуху всех, чук, в Иерусалим, чтобы попрощаться с ним? Можно. Гавриил побеспокоился по этому поводу, значит, послал там ангелов, которые, значит, уговорили апостолов прилететь с разных стран мира, они взяты были и ангелами перенесены туда, в Иерусалим. Гавриил, все, кроме Фомы, прилетели. Фома, видимо, тогда верил, помоги, мы ему не верили. Нет, ну, мало ли, что за ангел, мало ли, значит, там, не всякому духу верьте, да? Может быть, средства передвижения ему не нравилось, ковер, самолеты, какой-то. Один словом, Фома задержался, очень серьезно задержался, он не прилетел. Вот, значит, и Мария попрощалась со всеми остальными учениками, значит, и умерла. И ее положили на такой, как бы, вот такой, как, ну, носилки, там, не носилки, и понесли, значит, в гроб ложиться. Ну, похоронили, все нормально, значит, и вот на третий день прилетает Фома. Он прилетает, и, как банный лист, пристал к братьям, и говорит, пожалуйста, братья, откройте гроб, хочу с мамой попрощаться. Они говорят, Фома, ты в своем уме, уже третий день уже, значит, но тот был неумолим, и, в конце концов, чтобы отстал, он сказал, хорошо, откройте гроб, ему пусть попрощаетесь с мамой. Открыли гроб, а Марии нет. Пелены и плат отдельно свитые, лежащие, то есть буквально как в цели с Иисусом. Значит, что бы это значило? Ну, апостолы, недоумевая, пошли на свою конспиративную квартиру, ябычную. Вот, в Иерусалиму не была такая квартира. Они там сидели и обсуждали, что бы это значило вообще, виденные ими там, в гробнице. И решили совершить хлебопроломление. И вот хлеб, вино, стали молиться. И в этот момент крышу сносят. У всех, наверное. Да, точно булочки с героином какие-то были, да. Я не знаю этого. Одним словом, значит, они перестали видеть крышу, видят небо над собой. Небо. И прямо с неба туда, к ним, в собрание сходит большая мама. Марине, мать Иисуса. Я называю дом большой мамочки четыре уже. Если бы снимал, мне очень нравятся все три части, но особенно первые две очень нравятся. Дом большой мамочки. Вот если бы я снимал бы четвертую часть, я бы с этого момента начал. Знаете, когда я еще и пишу, кто-то там снимался, что за фильм там такой эпизод. И мамочка была бы черная. Это было бы, да. И один из слуг был бы как раз Мартин Лоурович. Он сказал, о! У него это хорошо получилось бы. Ну, ладно, это уже так. Я еще доберусь до Голливуда со своими идеями. Прот, на чем и надо, день. Знаете, да. Так, экранизировать бы все это. Так вот, значит, и... Так вот, и якобы мама сошла от ним туда прям. И они не то с перепугу, не то с особого откровения совершили их предупреждение в честь Марии уже. Съедая ее тело, как бы, тело и кровь ее, как бы, были уже. Потому что они во имя Марии почистились уже. Не во имя Иисуса, а во имя Марии, якобы. И якобы Мария, она сказала, что я с вами во все дни до скончания века. Вот, буквально вот скопировала один к одному слова Иисуса Христа. Она сказала им, что я посылаю вас. Как вас Иисус послал, да, теперь я посылаю вас. Идите, научитесь все народы, там, крестяй, фамилица Иисусского Духа и прочее. То есть, она сказала слова Иисуса и много раз повторила разные слова Иисуса. Последние слова Иисуса именно, завершающие Евангелие. И, по сути, все только начиналось. И она ушла. Обещала вернуться. Хорошо, да, из ее слов апостолы, как бы, узнали такую информацию, что якобы Мария воскресла и вознеслась и воссела от сына своего Иисуса. И теперь иерархия усложнилась уже. Но она успокоила их и говорила, что для вас тоже место хорошее, приготовлено, поэтому не расстраивайтесь. Скоро займете тоже престолы свои. Но, в общем-то, я уже там, уже нахожусь. И получается уже не христианство, а марианство. Получается уже Мария, центр внимания. Икона коронации Марии, этому очень яркие иллюстрации. Когда отец и сын с двух сторон от Марии венчают ее короной, значит, и сверху над Марией летает этот короной Дух Святой в виде голубя. Получается, вот вся троица, а в центре сама Мария. Она центр. И, в общем-то, вот такое откровение, оно до сих пор существует. В католической церкви это принято как догмат вообще. То есть, любой католик, он должен в это верить. В правоославном мире этого догмата еще не превозглашено, но Успение является верой большинства. Потому что на Руси даже много храмов таких, так называются Успения, да? Успенские соборы, вот Московского Кремля, допустим, собор там Успенский. Успение сейчас с большим праздником, Богородничной Пасхи и прочее. Знаете ли что, друзья? Здесь очень такая грубая, грубейшая такая как раз попытка дьявола на место Иисуса поставить его маму. Потому что дьявол знает, что Мария, она ничего не сможет сделать. Мария, как Матерь Иисуса Христа, реальная Мария, да? Если говорить просто Мария, не та супер Мария, что придумана богословами, а реальная Мария, Матерь Иисуса Христа, смогла ли она спасти своего сына даже? Смогла ли она спасти кого-то из апостолов, самую себя? Нет, ни в коем разе. Потому что Иисус Христов пришел спасти всех людей, в том числе и Матерь Свою. И ей тоже нужно было покаяться. Слава Богу, что Мария, как и другие там верующие, были, она была, значит, в той горнице там, в Иерусалиме, когда дожидалась Духа Святого, овеченного Отца. И больше мы о ней упоминаний не находим. Но, к сожалению, вот видите, вот таких вот религиозных сказках именно, очень много рассказывается о Марии. И у нас очень мало времени остается. Я, получается, даже без прерыва извиняюсь, но уж кому что надо, вы сами придумайте, как сделать. И вернуться на место, хорошо? Я просто, у нас сейчас нас получается буквально, да? Значит, дело в том, что, друзья, из истории, какие примеры еще приведу? В шестом столетии, в шестом столетии, при императоре Естюняне и его жене Феодоре, Естюнян и Феодора, при них христианство подверглось очень массивному, такому оккультному влиянию. Я думаю, что, вот, ну, здесь примеров очень много. Если вы пишете, то, или запоминаете, допустим, такие моменты, очень важные, кульминационные. При, вам легко будет запомнить, в шестом столетии, знаете, почему еще? В Стамбуле, если кто-то бывал или будет, допустим, да, дешевые, теперь перелеты все. Вот, значит, в Стамбуле центральное здание, да, это вот храм, бывший храм Святой Софии, главный собор православной церкви. Как, допустим, для католиков собор Петра в Ватикане, допустим, да? Для, допустим, мусульман, допустим, это вот Мекка, да, и Медина. Вот, для православных разных церквей в мире самым главным собором был храм Святой Софии в Константинополе. Он был построен как раз именно при императоре Юстиниане. Потом он был превращен в мечеть, и как бы там от храма, ну, в принципе, угадывают сочетания большого, гигантского православного храма, к которому пристроены просто минаеты и прочее. И внутри там вся эта мусульманская письмена, и, ну, ложные, конечно, их учения все пропагандируются, к сожалению, до сих пор там, но насчет, что есть, то есть. Храм осквернен этот, но, знаете ли, он был построен приистью няни, который решил построить самый великий храм в истории христианства. И на самом деле он построил, в те времена в христианстве не было большего храма, большего по масштабу своим, значит. И когда послы князя Владимира Киевского были там, в этом храме, они сказали после, рассказывая об этом своей поездке, говорили князю, мы не знаем, где мы были, на небесах или на земле. Так было все великолепно, так было красиво. То есть вот впечатлял храм людей издалека приезжавших, что они думали, что они прямо на небесах, наверное, уже. Вот такое было величие этого храма. Он сейчас великий, но тогда он был еще украшен. Там тонны и тонны золота, серебра, меди. Этот, значит, Юстиньян, он даже приказал собрать, вот как по Библии, допустим, сколько было у Соломона потрачено на храм, чтобы было больше, намного было больше, чем у Соломона. И золота, и всего остального, и серебра. И говорят, есть историческое такое предание, что когда храм освящался, то Юстиньян вышел на освящение храма и воскликнул, «О, Соломон, я превзошел тебя!» Но явно не умом и сообразительностью, конечно. Потому что Соломон-то помер и не пускал свой народ. Знаете ли, царя Царская была свидетельницей, что у него там и рабы жили, знаете ли, как при коммунизме. Значит, то есть у него было все хорошо. Но, понимаете ли, Юстиньян, построив это чудо своего времени, своей эпохи, вообще исторического христианства, а расцветленность такое чудо, вообще терраны любят чудеса такие строить. И вот он, построив это все, он каким образом построил? Разорив многие свои регионы, провинции, африканские провинции, именно помер упустив, не просто налогами даже, а реально посылая своих карателей, которые убивали, которые грабили, которые все это добро привозили в столицу, и на это золото, на слезах и крови людей, строился этот гигантский храм. Представьте, какое позорище было. Разве Соломон так делал со своими подданными своими? Значит, и... Так вот, Юстиньян... Даже не об этом сейчас. Ладно, храм построил такое дело. Но, знаете ли, проблема была в его, я считаю, неудачной женитьбе. И так были проблемы у него в жизни серьезные. Оккультные проблемы были серьезные у него, спидворные были серьезные проблемы. Но, значит, самая большая проблема была его, считаю, неудачной женитьбе его. Первой леди стала вчерашняя простая обычная проститутка при нем. Кстати, очень интересно. Помните песню Пугачевой, да? Все могут короли, все могут короли. И судьбы всей земли вершат они короли. Но что ни говори, жениться по любви. Не может ни один, ни один король, да? Но, помните, старая песня, еще Пугачевой была молодая совсем. Значит, и... Я помню с детства эту песню. Значит, и... Тогда простинки были, и очень популярные были. И вот, значит, и... Знаете ли, но, оказывается, и короли могут по любви жениться. Вот Юстиниан этому, ну, прямое подтверждение такое. Он женился не на богатый, не на знатный. Он... Даже законы империи пришлось поменять, под него построить. Потому что по закону он согрешил. Нельзя было так делать. Его возлюбленной была проститутка. Значит, это была Феодора, которая начинала свою карьеру с простой уличной проститутки. Портовой закончила уже, ну, как бы... Ее клиентами были уже сенаторы. Там, олигархи тогдашние. Там, их семьи. Там, то есть, как бы, она была вхожа уже в такие очень богатые дворы, такие богатые семейства. И, больше того, она вела большой бизнес. Под ней было уже много публичных домов. Значит, то есть, целая сеть публичных домов по всей империи, фактически. В столице и больших городах. То есть, она очень поднялась в гору резко. Значит, и... Ну, правда, говорят, у нее были, ну, потрясающие, потрясающие данные. Она была уже немолодой женщиной к тому времени, кстати. Значит, но сводила с ума всех. Говорят, она владела любовной магией. Значит, злые языки так говорили. В общем-то, но известно, что она проводила примерно половину своего дневного времени во всевозможных ваннах и, значит, там, притираниях, там, и прочее. То есть, как бы, она следила очень за собой. И даже, когда она была уже бабушкой, и когда выходила на публику, думали, это молодая девчонка. То есть, она вот таким образом сохраняла свою молодость и поддерживала ее всячески. Значит, и, в общем-то, то есть, она вышла замуж уже немолодой далеко, но, значит, не совсем старой еще. Но на вид она была очень молодой женщиной. И, значит, и все это знали, ее очень высоко ценили как проститутку. Очень высоко. Гомософсористы, лесбиянки, все подошали ее, значит, потому что она воспитывала вот этих проститутов и проституток воспитывала. Значит, и, почему я это рассказываю сейчас? Дело в том, что сама Феодора и ее муж Естиньян, они официально святые в православной церкви. Кстати, в Москве есть там вот этот клубный вариант этого сообщества, значит, развратников всевозможных. И у них икона стоит там, когда по московским новостям в вечернем показывали, допустим, вот эти вот такие, мол, клубы есть такие, где там, где там, ну, Боря Моисеев отдыхает вообще-то. Это вообще сама невинность по сравнению с теми, что там показали. Вот, значит, так вот, значит, и показали, и там, и, ну, православное там оно показывало. Он такой вообще не поймет, что это такое вообще. Значит, как бы, вроде мужик, вроде не мужик, непонятно кто. Вот, значит, инопланетянин. Вот, значит, и мы православные, и там икона висит. Ну, как бы там не конкретизировали, какая икона, но мой опыт на глаз уже сразу увидел. Феодора, императрица. То есть, они-то, видимо, знают такие вещи, уже прослеживают, чтобы сделать покровительницей своей святую православной церкви, которая воспитала много проститутов, проституток, значит, и известного, самая известная проститута вообще в истории, ну, человечества. Потому что сделала карьеру, стала первой лидер самой великой империи. И ради нее законы империи переписали. Шутка ли, да? Закон о престолу наследия переписали и прочее. Но, дело не только в том, ладно, это, как бы, ее частная территория, ее судьба, как бы, она сама сделал свой выбор. Казалось бы, а что нам с того, с сегодня христианом 21-го столетия? Казалось бы, зачем вспоминать ее биографию на уроке по истории христианской церкви? Зачем? Дело в том, что, наверное, до половины всех ересей, которые известны сегодня в христианстве, историческом, они именно при ней были и при нем. Ну, в общем, при ней, честно говоря. Потому что Юстиниан очень резко изменился, и после женитьбы стал таким подхолдушником, которого свет не видел был вообще. Историки и верующие, и неверующие просто в шоке от, ну, как бы, резких перемен в этой личности. Женитьбы он был человеком, ну, скажем так, самодуром, да, но волевым человеком. Ну, разорять империю, да, значит, там, и он правил сам. Он не советовался, редко советовался со своими придворными и принимал много решений, очень таких волевых решений, включая, там, заключение мира и войны, объявление войны и прочее. То есть, без совета даже с людьми. А здесь, женившись, он изменился до неузнаваемости. Даже в быту стал просто-напросто вообще никем. Одеться не мог нормально. Во всем слушался свою жену. Просто даже, ну, сторонники Феодора и сторонники Юстиниана были в нужде отметить, что император потерял вообще свою личность. Он полностью растворился в Феодоре, как бы. Вообще говоря, что он до самой смерти был просто без ума от нее. Вот, поэтому при дворе ходила молва такая, что значит, что он был просто околдован этой Феодорой. Потому что вначале он пользовался ей как просто проституткой, а потом влюбился в нее и предложил ей руку и сердце. И быть первым летом предложил ей в империи. Известный факт, что именно Феодора стала вот той самой новозаветной иезобелью, которая починила себе новозаветного Ахава этого и управляла всей империей. Она фактически истребляла всех тех служителей христианских, которые выступали за Евангелие, евангельские мыслящие. Фактически всех истребила. А те, кто не пошли, те, кто не были истреблены, были вынуждены просто-просто исчезнуть, уйти с территории. Всякого рода извращенцев она подтягивала, и в церкви при ней, ну просто бардак был, одним словом, откровенный бардак. Чем аморальнее, тем лучше считалось при ней. Хотя сама она свой бизнес прекратила. То есть она как бы угомонилась, и бизнес она не оставила свой, публичные дома также работали, деньги платили, но она сама уже не ходила по дворам раньше, она была первой леди уже. Но именно она, Феодора, потому что Юстиниан был уже не в состоянии, по сути, править, настолько все дело зашло далеко. Многие лжевучения проталкивало христианство. Допустим, лжевучение об апостольской правоприемственности. Может кто слышал об этом учении? На нем строится сегодня очень многое в православии и в католицизме. Слава Богу, что протестанты, как правило, об этом учили даже не знают. Легче, меньше знаешь, крепче спишь. Да, а то по-моему еще переживания такие. Но, в принципе, любой из вас с этим учением может столкнуться рано или поздно. Допустим, согласно этому учению, вот такие церкви, протестантские церкви, это вообще, ну, даже не церковь, даже церковь не назовешь. Просто секта какая-то, и все, клуб и интересы. Потому что Дух Святой, согласно этому лжеучению, он является, ну, как бы, приватизированной собственностью. Да, как бы, монополизированной структуры религиозной, якобы Дух Святой передается вот по непрерывной цепочке руковозложений, начиная от апостолов. Это вообще такое, ну, откровенно ложное учение. Откровенно ложное учение. Якобы Дух Святой сошел на апостолов в день Пятидесятницы. Уже ложь. Дух Святой сошел не только на 12 апостолов. Там было человек 120. И больше того, Дух Святой сошел и на других, сходил дальше, на других людей. В Диагах очень много примеров. Не только апостолы были на сетеве Духа Святого. Ни в коем разе. Нельзя представить себе иерархию такую. Знаете ли, да, апостолы возлагали руки, Дух Святой сходил. Но сходил на людей. И, знаете ли, что, оказывается, согласно этому ложевучению, апостолы, они передавали эту благодать епископам. Епископы дальше. И задача была епископа дальше руковозложить, кого-то руку положить и передать дальше. Передать другому, передать другому. Дальше. И, как вы видите, вот как игра такая вот в цепочку такую определенную. Руковозложений. Без слабого звена. Согласно этому ложевучению, якобы независимо от личных качеств, рукополагающего, рукополагаемого, их вера, неверие, неважно. Важно, они руку возложили, прочитали определенную молитву, и таинство свершилось. Ну, все, все шел уже. Да, и эти пастыри, эти священники в этой цепочке считаются каноничными. Все остальные не каноничные. Это вообще, скажу, спор о родословиях очень такой интересный. Он ничего кроме ссор не рождает вообще в христианстве. И разделений христиан, как бы, ВИП-церковь, как бы, ВИП-церковь, значит, и вот такая, просто, третий класс какой-то. Знаете ли, значит, и согласно этому учению, в частности, пастор Сергей, допустим, и другие протестантские пасторы являются даже и не пасторами, и священниками, и никем вообще. Они не имеют Духа Святого. А батюшка, которого руку возложили, его, в определенной молитве такой, передали ему по расследству этого Духа Святого, у него есть Дух Святой. Интересное кино. Ну, вообще, это ложно учить, откровенно ложно учить, конечно. Оно противоречит по трём пунктам. Первое, Библии. Второе, Истории. Третье, Жизни, самое противоречие. Первая, Библия. Просто-напросто, в библейском учении о спасении, а говорится в семинаре, что, якобы, для спасения, это архиважное учение, на самом-то деле, ничего такого нет. Не говорится о непрерывных цепочках руковозложения Библии. Ни в коем разе. Не говорится, что независимо от личных качеств, независимо от веры, неверия, я говорю, передается Дух Святой. Дух Святой это не энергетика. Знаете, передай другому там. Нет. Это личность. Есть общение с Духом Святой. Как можно с электричеством иметь общение, допустим? 220. Короткое общение. И ты будешь неправ. И поэтому, как можно общаться с просто энергией, непонятно. Но Дух Святой это не просто энергия. Есть христиане, которые говорят, Дух Святой это моя просто энергия. Я говорю, Елен Дарвич. В Библии написано, что есть общение с Духом Святой. Как можно общаться просто с энергией? Больше не какие-то экстрасенсы, которые, знаете, зашкаливают. Ох, его там уже. Нет. И, господа, скажу, что согласно Библии, это и есть, конечно же. Второе. Истории. До самой эпохи Юстиниан и Феодоры это получение не было в церкви. То есть, в первых пять столетий христиане жили себе, не дужили и в уст не дули себе. И особо не утруждались вот этими цепочками рук и возложений. И в голову не приходило им разделяться вот на таких каноничных, неканоничных христиан. Но почему на шестом столетии это очень возникло? Потому что это лжеучение, именно на ярко выраженную политическую окраску, ну в то время, по крайней мере. Это лжеучение было необходимо для ликвидации религиозной и политической оппозиции. В то время это было, в принципе, одно и то же. Значит, для просто-напросто ликвидации оппозиции в империи. И нельзя было просто так взять и истребить физически там десятки тысяч христиан. Надо было это оправдать таким образом. Очень просто. Объявлялись эти христиане не христианами. И просто какими-то сектами и прочее. И подлежащими просто искоренению. Их имущество полностью отбиралось. Их жизнь уже гроша ломанного не стоила и прочее. В общем-то, и для этого, объясню ситуацию. В христианстве два полюса таких наблюдалось в то время. На одном полюсе была основная часть христиан, легализовавшаяся при Константине. И это государственная, официальная, римно-католическая, православная церковь. Так вот, на другом полюсе было христианство нелегальное, как бы неофициальное. До самого шестого столетия сохранялось такое христианство, которое не легализовалось просто-просто. Которое оставалось подпольным. Ну, хотя, не подпольным, но они не пользовались никакими льготами, там, благами. Они лишь платили штрафы, и у них отбирались часто их храмы, особенно при некоторых таких тиранах известных. Так вот, и это уже учение было необходимой для ликвидации оппозиции. Исторически, в учебниках семинарских часто там цитируются Ирины Леонские и другие отцы, там, второго, третьего, четвертого столетий. Чтобы, мол, учение такое было раньше. На самом деле, эти цитаты вырваны из контекста. На самом деле, если прочитаем у Ирины Леонского, у других отцов, в контексте, о чем пишут эти отцы, выясняется, что, оказывается-то, они не говорили о цепочках рукого разложения. Они говорили, они называли тех отцов, тех епископов, что были перед ними. Которые их ворополагали, но они не делают из этого учения. Что вот именно это утверждает, что якобы я теперь каноничный такой епископ, такой всякой. Господа, третье, жизнь, сама жизнь точки над и расставляет. Потому что, согласно этому учению, Дух Святой, Он в этих системах религиозных и фиозных. Но скажу так, что много людей, которые могут гордиться своими родословными, что они, мол, там вот такие каноничные, но реально и сами не возрождены, и к спасению никого не приводят. Но, с другой стороны, много есть тех в христианстве служителей, что не могут такими справками об апостольстве утвердить себя, но которые в самой жизни показывают, что реального Духа Святого знают. Реальный плод покаяния грешников, исцеления больных, освобождение от бесов людей. То есть, а нам что нужно? Не просто есть личная правопреемственность. Нам нужна, во-первых, благодатная правопреемственность. Слава Иисусу! Но это лишь один из примеров. Но даже это уже достаточно, чтобы понять, как перекраивалась церковь в те времена, в VI столетии, при Феодоре и Истиняне. Христианство в то время просто-просто, ну, во многом именно переделалось под политическую систему того времени. Феодора, кроме ее вот такого, как Жириновский говорил, нетяжелого поведения, значит, она была еще и антисемиткой, очень жуткой антисемиткой. Кстати, антисемитизм при ней, он стал частью учения церкви, по сути. Антисемитизм, как ненависть к евреям и ко всему еврейскому в церкви. Если до VI столетия в христианстве сохранялось еще много еврейских традиций, библейских традиций, то, начиная с этого времени, церковь буквально с мясом вырывалась от этих традиций. И на их место насаждались откровенно оккультные, ну, какие еще? Других не было альтернатив. Либо вот эти библейские и еврейские традиции, либо какие? Оккультные, которые были пруд-пруди в тогдашнем мире. И так оно и произошло. Вот одна из иллюстраций, такая, наверное, самая яркая, там десятки могу примеров назвать, просто у нас время уже заканчивается, но я, значит, назову такой самый запоминаемый пример. Хотя их там порядка, может быть, даже 30, наверное, около 30 примерно пунктов, по которым именно Феодора переделывала церковь. Знаменитая на Пасху Куличи, пример. Это, думаю, всем известный пример, да? Или многим из вас известный пример. Праздник Пасхи, как он называется в Библии? Праздник Моцы, праздник Опресников, да? Значит, почему? Потому что, согласно даже Новозаветному пониманию, Моца, Опресник символизирует чистоту и истину. Значит, вздутое, поднятое, дрожжевое, да, означает порог и лукавство. Закваска, дрожжи эти, означает порог и лукавство. Вот почему, кстати, Иисус, рассказывая о царстве, Он говорил, что женщина возьмет и в три меры руки, бросит закваску и все вскиснет. Это не хороший пример, это очень дурный пример. То есть, Иисус, Он не смотрел через розовые очки на историю, будущую тогда еще историю своей церкви. Он говорил, что будет так, что все вспучит вообще, все раздуется. И, значит, нечестие, закваска фарисейская, сатукейская, иродовая, закваска порога и лукавства будет пучить все тело Христа. Так оно и произошло. Мы это видим. Также Иисус, Он не говорил ученикам смотреть через розовые очки на реальность. Нет. Он говорил, что засеянное это хорошее зерно. Вот, значит, пришел в рак и посеял плевелы. Он не говорил, что царство Божье будет напоминать вот отдельная грядка хороших семян, хорошее растет здесь, отдельная динаминация такая вот такая классная, отдельная такая отравидовая грязь, одни сорняки вот такие растут. Значит, Он говорит, что будет все в перемешку. И так будет не просто какой-то период истории церкви, а до самого конца так будет. Потому что проспали, вот и вот те, которые должны были следить за всем этим. Потому что ради чечевичной похлебки временных удовольствий прохлопали такое огромное, но теперь уже все. После драки кулаками не машут. Сегодня в христианстве такого всего набарено, что не разберешь. И, знаете ли, проще скажу, подэтаживая, как бы, все-таки об этом Куличевом безобразии в церкви. Дело в том, что, значит, христиане первых пять столетий ели себе мацу и не тужили. Особо не, как бы, не утруждались там что-то переделывать, потому что всем было ясно, что Пасха это выход из рабства, в Новозаветном понимании это еще, в первую очередь, сам Христос, который из нашей Пасхи, запланный за нас. И говорилось христианам, что вот всю пасхальную неделю ели себе мацу, опрестоке. Хотя из этого не делали такого, тщательного такого, знаете ли, как в традиционном ортодоциальном иудаизме, может быть, ритуала, но однако же, по мере сил возможностей, христиане вот первых пяти столетий соблюдали так или иначе и на Востоке, и на Западе соблюдали вот эти библейские, еврейские традиции. Кстати, в Ветхом Завете не только евреи это соблюдали, но и те, кто с разных народов веровали в Бога Израилева, в Бога Авраама, Исаака, Якова, они тоже соблюдали все эти традиции, потому что это были, ну, Богом данные. Это не просто взял, там, но и все придумал себе, да? Нет, это сам Бог дал. Поэтому, значит, здесь как бы выше Бога не прыгнешь никак. Вот, значит, и люди все соблюдали эту всю традицию. И в христианстве это тоже традиция соблюдалась. Но единственное, что для христиан уже было новозаветное осмысление, переосмысление всего этого. Знаете ли, вот тот же самый Афикаман, вот эта часть мацы середины, на которой отламывалось в начале вот этого пира, в начале этого пасхамево-еврейского седора, Афикаман, потрясающе. Иисус взял после вечера, после, когда уже все было мясо, овощи, горькие травы, значит, маца, все было съедено уже, хлеб все было съедено. И после вечера оставалось лишь только вот этот Афикаман, кусок мацы средний. И одна чаша оставалась, один бокал оставался на пасхаме в еврейском столе. И Иисус взял хлеб и сказал, это мое тело есть, ешьте, это мое тело, оно обламывается за вас. А потом взял чашу и говорит, это чаша из Нового Завета в моей крови, которая за вас и за многих проливается. Знаете ли, друзья, удивительно, на пасхаме на еврейском седоре, я вкратце скажу, что, значит, пять чаш наливается вина, пять чаш, и каждая чаша произносится таким и тостом таким. Первое, это все по исходу, шестая глава, шестой стих и дальше. Что Бог обещал, и Он это выполнил. Первая чаша на пасхаме на еврейском седоре, это не было просто скромным перекусом. Целое животное предлагалось в те времена, значит, предлагалось съесть. Это сегодня лишь на косточке, косточек мяса, лишь на тарелочке. Тогда это было целое животное, нужно было его зажарить и съесть. Просто-напросто. А что осталось, надо было все это спалить потом было. И, ну, там было 13, как минимум, голодных мужчин, которые уговорили это животное в течение этого ужина. Знаете, там большая баракуда отдыхает. Там у них было такое, такая пирушка была такая. Значит, и там был хлеб, овощи, горькие травы эти, соленая вода, которая означала слезы, которые евреи проливали в рабстве. И, то есть, вся пасхальная церемония наша озвучала. Это потрясающе, очень красиво. Мы у себя в церкви тоже часто делали пасхальный еврейский седр, такой мессианском, таком звучании уже. Отмечаем его. И первый тост, это за выход из Египта, что мы такие вышли, слава Иисусу. Мы вышли и спасены. Второй тост, да, потом едят мясо, опять овощи. Потом приходит время второго тоста. Второй тост, это за освобождение от образа мышления египетского. За то, что Египет, за то, что Египет вышел из нас. Проповедники Чарльз Сперджин, многие другие говорили, говорят, что 40 дней надо было, чтобы пройти физически, из рабства египетского, чтобы мы вышли из Египта, но 40 лет, чтобы Египет вышел из нас уже. Вот за освобождение от материалистического египетского образа мышления. За еврейское образа мышления. За освобожденный разум, за свободу во Христе, в Боге. Мы пьем это второй тост. Потом, опять мясо, овощи, горькие травы. И третий тост. Третий тост, это чудеса и знамения Бога. Мышцу простертую, Бог обещает, и судами великими освободить народ свой. И во время третьего тоста, самый, мне очень нравится этот момент, очень красивый, когда мы делаем обычно так, если дома, или там в семье, или там в церкви, каждый старается что-то рассказать, что Бог сделал тогда, при Моисее, что он покарал Египет, какие казни были, как он море сделал пешеходным, как мы прошли через это море. Вообще, в старых традициях говорится так, что каждый участник пасхального седора должен пережить его, слушать это все так, как будто он сам вышел из Египта. Но, если для артодоксальных, многих иудеев это проблема, для нас это вообще не проблема. Для настоящих христиантов это вообще не проблема. Потому что мы можем говорить от отечественного седора, что Бог совершает в нашей жизни. Потому что как мы вышли из Египта нашего, из царства тьмы в царство света. Слава Иисусу! И потом, хотя для многих артодоксов это очень большая проблема, как раз третья чаша. Для меня это вообще не проблема, наоборот, это самая потрясающая чаша, где я могу говорить о том, что Бог сделал в моей жизни вообще. Слава Иисусу! Четвертая чаша, потом опять все, и естся, доедается мясо, в этот момент как раз последние куски, и вот, значит, как шашлык, типа шашлыка что-то такое, как бефстроган, и потом четвертая чаша. Четвертая чаша, это уже, знаете что, это Бог усыновление. Когда мы вчера были рабами еще фараона, сегодня стали рабами Бога. И оказывается, быть рабом Бога, это есть реальная будет свобода. Реальная свобода для нас верующих. Вообще, это будет потрясающе вообще. То есть, Бог не просто вывел нас из Египта, и говорит, а теперь идите куда хотите вообще. На все четыре стороны. Такая свобода, рано или поздно, закончилась бы очередным рабством, или даже уничтожением. Людям надо было выйти из царшей тьмы, перейти в царше света и под власть Бога самого. И это произошло там на горе. Слава Богу. В 20 главе книги Исхода и дальше рассказывается, как это все происходило. Как Бог усыновил своих детей, Он принял их, как детей своих. Царственное священство. Вот мечта Бога. Она стала осуществляться тогда уже. И, друзья, вот пятая чаша, пятая чаша, она наливалась, начиная с Моисея, заканчивая Иисусом. Она наливалась, но никогда не пилась. Эта чаша очень загадочная. Они очень любят раввины говорить, традиционные. Здесь много тумана, обычно, хотя, есть очень красивое объяснение. Говорят так обычно, мы не пьем это в знак печали, траура. Все-таки есть, есть, как бы, нотка грусти в этом празднике. На этом банкете торжества веры есть нотка грусти. Потому что, мы вспоминаем, что из более полмиллиона евреев, вышедших из рабства египетского, 600 тысяч, шутками, да, мужчин призывного возраста, из 600 тысяч человек, лишь два человека пересекли финишную черту. Представляете, на старте 600 тысяч, на финише только два было отмечено. Иисус Навин и Халев. Представляете, какая печальная статистика? Мы не знаем, как у женщин было, может, не такая печальная была статистика, я не знаю, но у мужчин было только два. Остальные была все молодежь, которые выросли уже в пустыне, которые не помнили вот это позорище египетского. И, знаете, Иисус Навин и Халев, но, правда, еще был третий, Моисей, он посмотрел, он увидел эту венточку уже. Он не вошел. Хотя, я думаю, ему повезло больше всех все-таки. Я рассказываю, расскажите вам, как ему повезло. Я считаю, повезло больше всех вообще. Это потрясающая история. Он 120 лет, представляете, и был такой, жилистый, крепкий, он залез на гору. Он залез на гору, и с горы Бог с ним что-то разговаривал, он показал ему все это. А потом, было такое, что не расскажешь просто так. Евреи, когда залезли на гору, встали спать, Моисея не нашли. Всю гору по камешкам вы перебери, нет тела Моисея. Куда он ушел? Удивительно. Он ушел, и следов не осталось никаких. Вообще, с дьяволом спорили даже, о Моисеевом теле, оказывается. Куда он ушел? Есть еще один персонаж в Библии, который тоже ушел, вроде умер, вроде и не умер, не помешь. Илья, помните, да? Но там было все, там, может, видели очевидцы, огненные колесницы. Я думаю, что у Моисея было не менее впечатляюще, но у Таину это было все. Потому что и Моисея, и Илья встречаются с Иисусом. В земле обетованной с Иисусом встречаются. Это не покойники, это не спиритический сеанс, знаете ли? Иисус не вызывал там духов там из приисподней, не вызывал там покойников, не говорил с ними. Это были люди, которые не увидели смерти в нашем понимании смерти ее. Они перешли в другое измерение, как повезет последнее поколение христиан, которые не совлекутся, а облекутся в небесное жилище, которое скоросмертно будет поглощено жизнью. Я очень хочу застать это. Я очень хочу трансформироваться сразу. Я не хочу умирать. Я уже умирал, я знаю, что такое умирать. Я умирал 30 лет назад подростком. Я выходил из тела, знаешь, какое это страшное. Ну, там было еще много непонятных для меня, потому что я вообще был неверующим. Абсолютно. Вот. Но это отдельная история уже. Хорошо. Это было мое первое знакомство в экстремальной ситуации с Богом. Так и о ключах. Слушайте, я же как не договорил. А самое интересное-то. Дело в том, что... Ну, как самое интересное? Дело в том, что при истинянии Феодории издали указы, по которым христиан, которые продолжали есть на Пасху мацу, казнили. А священников пожизненно лишали священного сана. Амирян казнили. Сотни людей в Византии пошли на казнь и эшафот, отказываясь исполнять этот безбожный приказ. Царицы. Ну, там, подпись царя, но все понимали, что это по умолчанию царицы пишут. И, значит, больше того, монахи были обязаны наблюдать, смотреть, чтобы в каждом доме не было при обыске, даже обнаружено даже эмоции. Только лишь квасные и высоко поднявшиеся куличи стали печь. Это фаллический культ. Феодора, я уже говорил, она была проституткой. И в те времена нельзя было вешать там на публичный дом, допустим, надпись публичный дом. Все-таки Берия была христианская, хотя бы формально, хотя бы, да? И, значит, но как вычисляли путники, туристы, руссотуристов облика, там, аморали, как отличали эти дома, как раньше в России называли терпимости, вот, значит, или же там отдельно практикующих таких девиц. Значит, то, значит, обычно, ну, опять-таки, живописные изображения там мужского органа тоже практиковалось, но это редко, потому что все-таки такие изображения читали с КП, ну, предосудительные. Чаще всего делался такой откровенный намек. Значит, испыкался кулич, потому что мы называем всем куличом, значит, и это означало мужской половой орган, значит, он занимался глазурью, которая означала семяизвержение, вот, значит, и украшивался яйцами. И все это выставлялось на окне, как пароль, хотя 30 минут чугар, явка провалена. Это, значит, кулич, значит, ну что, заходите, люди добрые. Вот, значит, и представляете себе, люди, сейчас для нас это просто история, а тогда-то люди это все знали, и вдруг в церквях приказали есть эти куличи, за местом отцы есть паста, и откровенно такое пошлое, откровенно оккультное. Понимаете ли, настолько дело зашло далеко, на востоке-то боялись царя и исполняли большинство, хотя там сотни людей были репрессивны, казнены, сотни священников лишились своих должностей, потому что они ушли с занимаемой должности, потому что отказались кушать этой гадостью. И, больше того, когда на западе узнали об этом, западные епископы собрали собор даже по этому поводу, заявив, что, единогласно, в оклаве с Паприимским, заявив, что мы не будем есть эту гадость. И даже не упрашивать это значит. Оно нам надо, знаете ли, значит, и так проблем на малом, еще в оккультизм нас так вот пихают. И дальше, что еще? Это так разозлило Феодору и Истиньяна, что они послали флот, погрузили десант, армию свою на корабли, сорвали с границ, хотя там время было тревожное, военное, смутное, знаете ли, набеги там кочурников и прочее. Армию послали против своих же фондонов на запад, потому что западная чая была формально тоже под властью Визельсии, хотя реально уже намечались такие тенденции к расколу. И вот, и представляете себе, друзья, когда узнали в Италии, в Испании, в других этих провинциях, западной, европейской, Германии особенно, когда узнали об этом, что армия идет, и явно идет не просто там, на земле, налоги собрать, дань за 11 лет, там, допустим, а убивать, гранит, насиловать, и объявили постом молитвы по Европе, Европа постилась и молилась. И знаете, Бог совершил чудо, которое повлияло на всю историю христианства в Европе. Дело в том, что разыгрался шторм, в котором погибла вся эта флотина. Все корабли эти оказались на дне, и вся армия в Византии оказалась на дне в Средиземном море. Случай, я думаю, это не просто случайность, не просто совпадение. На Востоке Феодора, когда узнал об этом, она не покаялась. Представляете, не покаялась, а наоборот, обвинила западных христиан в колдовстве. С больной головы на здоровье. Вот так вот. И на Западе до сих пор они как бы остались. В принципе, это послужило в дальнейшем как бы в расколе между Западом и Востоком, католиками и православными. В принципе, в католической церкви до сих пор поэтому причастие совершается не просфорками. Да, там маца, то есть знак чистоты и святости. То есть, ну, Новый Завет, невероятно заветное такое понимание. На Востоке закрепились эти просфорки с тех пор. А на Пасху раз в году куличи. Вот это откровенная мерзость. Хотя я понимаю, что сегодня, конечно, большинство православных христиан не знают этой истории и вообще мало интересуются. И мозги, знаете ли, формывают молодежи тем, что, мол, якобы, Мария Магдалина там покрасила яичко, принесла нашим императору Тиберию. По другой версии, она принесла ему чистое яичко, куриное, а оно стало вдруг красным на глазах. Знаете, фокус, фокус такой перед Тиберием. Уж Тибери такие фокусы поведал уже в своей жизни. И если бы Мария принесла Магдалина реально такое яичко покрашенное, или она покрасилась бы на глазах у Тиберия, это было бы отступницей Марии. Потому что это было знаком поклонения императора как богу. Подарить куриное яйцо в те времена означало почтить императора как божество. Римляне называли это Аб-Ову, от яйца. Это была минимальная жертва императору. Любой самый бедный римлянин. Если у него Николай не вора вообще. И значит на его там ферме по Катиполе вообще ничего нету. Но одно куриное ведь он был обязан привезти императору. Это был знак, что он мог почитать его как божество. Вот. И конечно же если он даже самый бедный он может его разукрасить покрасить и подписать там от Василия его император величество допустим яичко вот еще ну конечно император может курочку теленочка и прочее. Но скажу что наверно уже сегодня много что прозвучало в принципе много можно еще что дальше рассказывать. В истории много было всякого и хорошего и плохого и смешного и такого грустного но скажу что все таки радует одно что победа будет за нами. Потому что Иисус грядет и время начаться с Дома Божьего. Потому что Господь Он хочет чтобы все в последствии достигли познания истины. Поэтому сегодняшняя реформация и реформация 21-го столетия она самая великая в истории реформация. Мы скажу так сейчас приближается это не веру это их планета многие политики нам олигархи закапываются глубоко в землю ну копайтесь хоть да до самого копайтесь мы знаем что Господь грядет мы знаем что эта земля она будет сожжена мы знали наши братья еще 9000 лет назад но в 18-м столетии Вольтер критиковал Библию и писал что где Бог возьмет столько огня чтобы сжечь всю планету бедный Вольтер через 100 лет уже любой просвещенный человек знал в 19-м веке любой просвещенный человек знал что сама земля земная кора это как пеночка застывшая на молочке горячей все остальное огонь а прошло еще 100 лет и уже в 20-м веке уже понимали люди что сами приготовили столько оружия что даже не нужно беспокоиться могущего Бога по поводу огненного Армагеддона что можем сами все устроить своей собственной рукой а теперь после там из 50-х когда планету Икс обнаружили поняли и когда компьютеры просчитали траекторию в этот раз пролета поняли что здесь даже все оружие мира блек по сравнению с тем что будет в 19-м году потому что земля на время замрел потом начнет резко двигаться плиты сдвинутся и самые великие интересные в истории человечества начнутся скорее всего в Киеве очень многие пастыри сейчас об этом говорят что скорее всего будет восхищение церковь в это время мы не знаем точно может мы переживем может Бог покаемся и Господь сделает как бильярд пролетит мимо этот шарик но мы не должны расслабляться следующий шарик на подлете за Нибиру и скажу что жизнь так хрупка что безбожники атеисты это самые скажем так несчастные люди которые не видят очевидно что мы им живем и движемся и существуем вообще и не воздать слава Богу это величайшая глупость вообще человечества и наоборот величайшая мудрость воздать слава Богу Творцу Царю Царей потому что наша земная жизнь как Давид пишет это пар являющийся на малое время потом исчезающий а что потом потом вечность и беда в том что многобожие идолопоконство все о чем я рассказывал допустим религиозный оккультизм кажется ну какие-то глупости гадости и прочее зачем они есть одна личность заинтересован во всем этом это дьявол он очень сильно заинтересован в том чтобы христиане не на Христа взирали потому что он то не будь дурак он знает что если христиане будут взирать на Христа то люди будут спасаться если грешники воззрят на того как его пронзили своими грехами то Господь придет то Бог простит этих людей но враг не хочет чтобы люди спасались он хочет чтобы люди жили в невежестве и во тьму шли вечно и господа скажу что сегодня всякий кто призовет имя Господне спасется я понимаю что времена мы не знаем о временах и днях и сроках но сегодня уже в 21 столетии как никогда вообще в христианстве ожидания грядущего Иисуса если раньше христиане пугали этот мир то сегодня этот мир пугает даже христиан больше чем мы и уже не знаю сколько он больше пугает ученые христиане или христиане ученые и скажу что но как говорил Проханов Иван Степанович христианин это неисправимый оптимист потому что мы знаем что Господь наш грядет слава Иисусу Христу и еще друзья церковь Иисуса Христа имеет славную историю несмотря на позор инквизиции там средних веков там многие там глупости гадости какие были в истории нашей церкви вообще мирового христианства несмотря на все это мечта Божья она осуществится и она осуществляется церковь не имеющая портна или порока или чего-либо подобного но святая и непорочная и Господь наш грядет гряди Господь Иисус аминь я хочу благословить вас благословить Бога и сегодня как раз вечером спою одну молитву сейчас еврейскую благословлю вас стихами благословения из Библии и это благословение из книги чисел 6 главы те три стиха что Бог сам дал Моисею что тот передал Аарону его сыновьям чтобы этим благословением сынов Израиля чтобы благословляли и среди нас не так много евреев по крови то по нашей общей вере это однозначно мы наследники великих благословений Библии и Бог благословит нас сейчас а ныне я спою благословение на вас давайте встанем друзья я спою благословение на еврейском и на русском языках на еврейском почему еще потому что многие слова этого благословения имеют десятки значений 20-30 значений одно из этих слов имеет до 70 значений даже слово шавал допустим на современном русском языке имеют до 70 значений и хочу чтобы все это благословение оно пришло в вашу судьбу в вашу жизнь я думаю что многое из того что вы услышали сегодня позволит вам задуматься о том какое мое место в истории церкви где мое место в истории христианства что я впишу какие строки в истории церкви впишу те что позорят Иисуса или прославят Иисуса и пусть огонь веры эстафета веры двухтысячелетняя эстафета уже знаете ли она при нас она будет победоносной доблестной потому что чем ближе к финишу тем в эстафетном забеге больше ответственности знаете ли за могут другие бежать хорошо а ты если позоришься уже ближе к концу до финишу и как бы весь этот забег в ничто обратится поэтому на нас больше ответственности на нас сегодня взирают люди не только современники наши на нас ангелы божьи взирают на нас небесные небожители взирают мы не молимся умершим святым но мы знаем что команда свидетелей Иисусовых она где-то рядом и наблюдая за нами по своим небесным телевизорам и думаю сегодня они с радостью отметят что в этом собрании прославился Иисус Христос не умершие святые ни кто-то еще не матери Иисуса Христа знаете ли воскреси ее сегодня дай микрофон что вам сказала Мария она сказала реальная Мария настоящая не та буду она сказала люди покайтесь верьте в Иисуса Христа ни в ком он у меня спасения что он вам говорит его слушайте аминь я пою благословение на вас на ваших родных ближних и сегодня я понимаю что ваш город переживает не лучшие времена конечно вот один из самых грязных городов России и всего мира даже вот значит становится у вас есть все шансы стать самым грязным городом всего мира значит с началом этого марганцевого производства у вас все шансы стать самым грязным на планете городом вообще даже вот это потрясающие конечно шансы но хочется чтобы ими не воспользовались конечно потому что лучше лидировать в других вещах не в плохих а в хороших вещах лучше лидировать знаете ли не по количеству рождающихся уродов или чем-то еще а по количеству именно обращенных к Иисусу людей вот поэтому мы лидируем слава Богу на плохое многоума не надо знаете ли и тоже в преддверии выбора хочется благословить сейчас просто в это благословение весь город и чтобы люди правильно сделали свой выбор вообще и чтобы много что изменилось в лучшую сторону аминь потому что выборы есть у нас всегда отец Бог и Царь наш благослови нас Господь спасибо тебе огромное за этот вечер спасибо что ты был с нами спасибо что своим Духом Святым Господь ты сегодня учишь нас наставляешь нас мы учимся познавать истинную Господь истинно Слово Твое делает нас свободами правда историческая помогает нам в этой свободе устоять во имя Иисуса Христа благослови нас Господь распустись миром и пусть твой шалом твой мир будет в каждом сердце во имя Иисуса Христа благословен Бог нашу Аминь Иисус Христа Иисус Христа Иисус Христа Иисус Христа Иисуса Христа Иисус Христа Да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо Своё на Тебя и даст Тебе мир. Бешем Иешуа Ганашиаха. Бешем Иешуа Машихейну. Во имя Иисуса Христа, Мессии. Аминь. Бог Авраам Исаака Якова, Отец наш, Сущий на небесах, во имя Иисуса, благослови нас снова и снова, прошу Тебя, Господь. Пусть каждый из нас увидит свое место в истории Твоей Церкви. Пусть, Господь, каждый из нас пишет строки в историю христианства, проставляющие Тебя, Господь. Благослови нас во имя Иисуса, благослови, Господь, завтрашнее служение, Боже, и яви, Господь, свою силу, свое могущество, Господь, служение в спасении грешников, в исцелении больных, в преобразовании личности. Слава Тебе, Господь, благослови. И пусть имя Иисуса провозглашается на улицах и площадях этого города. Бог всемогущий. И пусть не лидерство в плохом, но лидерство в хорошем будет в этом городе во имя Иисуса Христа. Не лидерство в криминале или в грязи, или же в ужасающем производстве Божьем. Но пусть будет, Господь, лидерство в проповеди Евангелия, лидерство, Господь, в провозглашении имени Иисуса, в чистоте, в святости. Благослови, Господь, во имя Иисуса Христа. И предстоящие ведь выборы Бог возьми под свой контроль, Господь, во имя Иисуса Христа. И расположи сердца, Господь, людей, Боже, сделай правильный выбор, Боже, чтобы, Господь, люди, бояющиеся Тебя, Господь, люди, осознающие свою ответственность перед Тобою, Господь, пришли, Господь. И как можно меньше, чтобы людей негодных, недостойных, Господь, пришло во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса благослови, Господь. Аминь. Аминь. Слава Иисусу Христу. Пусть Господь Бог благословит. Аминь, аплодисменты великому Богу, Ашфир, Сыну и Святому, Аминь. Завтра приглашайте ваших друзей, знакомых, православных, кривославных, всяких. Приглашайте, пусть Бог благословит вас. Аминь.